Доброе утро. Рада видеть такую рекорду в этой обороне, в которой мы сегодня должны обсуждать разные седьмой группы образования детей с развитиями аунистического спектра. Сегодня идущими секциями будут Светлана Владимировна Алёхина и Яна Шаконна Еленовна. Светлана Владимировна, Вам к слову. Начнём. Доброе утро. Давайте посмотрим, кто из спикеров сегодня в зале. Кто хочет начать? Сюда, пожалуйста. Давайте начнём с инициативы. Давайте поймём. Регламент – это очень хороший вопрос. Десяти минут на орендамент на выступление. Достаточно ли для спикеров? У кого больше? Нет. С этого тогда и стартуем. Десять минут. Продолжение следует. И это не случайно. Вообще в современном научном мире интерес к этому заболеванию растёт день ото дня. Публикации с года в год растут и тоже по разным фундаментальным наукам. Наша лаборатория, которая основана, состоит на базе ФРЦ, мы тоже занимаемся изучением этой синдромальной патологии. Я старший научный сотрудник, кандидат психологических наук Тюшкевич Светлана Анатольевна. Почему уже стал интересен этот синдром? Дело в том, что по многочисленным исследованиям люди с синдромом ломкохромосомы Х, треть этих людей имеют положительные диагностические критерии для постановки диагноза аутизм. И около 50-60 детей входят в спектр аутизма. Если брать всю популяцию детей с аутизмом, то ломкохромосомы Х составляет около 6%. То есть это достаточно большой процент. И если мы откроем американский сайт, который называется «Центры контроля и распространения заболеваний», то мы увидим, что в параметрах основные риски по развитию аутизма будет стоять и синдром ломкохромосомы Х. Немножко вообще, что это за заболевание и как оно проявляется. Изначально его называли «Синдром Мартина-Белл» по именам первооткрывателей. И до сих пор, если вы встречаете, возможно, кто занимается практикой, когда родители детей этих приносят анализы, мы тоже можем увидеть, написано, подтвержден синдром Мартина-Белл или не подтвержден. Хотя на сегодняшний день, правильно говорить, синдром умственной осталости сцепленный сломкой хромосомы Х. А в зарубежной литературе встречается аббриатура FXS – Фрейджел-Х-синдром. Данный синдром проявляется тогда, когда замолкает один ген. Поэтому он называется моногенный. То есть синдром – это совокупность клинических симптомов, который возникает по одной причине. Вот эта причина – это замолкание одного единственного гена, который кодирует специфический белок. Так вот этот специфический белок регулирует очень много каскадных реакций, потом запускается, когда этого белка не обнаруживается. Поэтому, собственно говоря, и научное сообщество оно заинтересовалось этим синдромом, потому что при нем возникает не только умственная отсталость, но и, как я уже сказала, треть этих людей проявляет расстройство аутистического спектра. И опять те, кто исследует аутизм, для них, как они говорят, это эффективная модель понять патогенез, ну вообще в принципе, аутистических расстройств. И, собственно говоря, с выходом на фарм-лечение. Да, и просто такая небольшая ремарка. Я недавно читала литературу, и там написано, что этот белок даже был обнаружен среди каких-то находок при раскопке, которые были 150 тысяч лет назад. То есть это такой достаточно поздний, важный филогенетический белок. Распространенность данного заболевания достаточно высока. Опять же, я не могу говорить про российскую популяцию, потому что, к сожалению, у нас не было скрининга на данные заболевания. Но, как бы, международные исследования говорят, что достаточно высокая встречаемость, один на 2 тысячи, 4 тысячи мальчиков, в зависимости от того, в каком штате или в какой стране проводился скрининг, и один на 4 тысячи девочек в случае. Клинические проявления, они характерны и для мальчиков, и для девочек, но у мальчиков более серьезные нарушения, потому что у них всего лишь одна их хромосома, которая не компенсирует данные проявления. Какие клинические особенности? Говоря о том, что когда ребенку нужно сопровождать и выстраивать медико-психолого-педагогическое сопровождение, мы должны обращать на весь симптомокомплекс, а он представлен соматическими заболеваниями тоже. Здесь я отметила наиболее частые соматические заболевания. В раннем возрасте практически у всех детей встречается выраженная мышечная гипотония, в результате чего они очень поздно начинают ходить. Иногда им даже ставят ДЦП, потому что на ранних стадиях синдром не проявляется достаточно выраженно. Но, например, здесь трудности ходьбы, а, например, при смитимодженесе, где тоже есть проблемы с дистонией, там, например, затрагиваются больше руки. И здесь вот у нас есть наблюдение за полуторагодовалым ребёнком. Так вот, у него были трудности ходьбы, но при этом руки достаточно хорошо работали, что тоже как бы является таким компенсаторным механизмом для дальнейшей коррекции. Ещё на что следует обратить внимание, в определённом возрастном периоде у них могут появляться судороги, поэтому сопровождение невролога тоже обязательно этими детьми. Здесь я перечислила сильные и слабые стороны личностного и познавательного профиля детей СФХ. У них действительно очень сильный экспрессивный словарь, но особенно хороший объём, если затрагиваются сферы их интересов. Вот они в основном, знаете, увлекаются... Почему-то мы встречали... Мы наблюдали 50 детей, и интерес у них к кулинарии и к музыке. Вот в этих сферах они достаточно продвинуты, с ними можно разговаривать, и они информативны. При том, что при стандартных тестах IQ в этих тестах на словаре они показывают достаточно низкие результаты. Также у них хорошо с пониманием речи, с ними можно вести диалог. Ещё отмечают, что у них очень хорошая способность к имитации, они достаточно хорошо берут, подражают. Но опять, для того, чтобы они этому научились, требуется более продолжительное время, больше попыток, да, потому что белок ОформП, который отвечает, он нарушает быстрый процесс создания навыка. Надо заканчивать. Хорошо, мне говорят, что уже нужно заканчивать. Собственно говоря, при сопровождении этих детей мы, конечно же, должны учитывать весь спектр особенностей, клинико-психологические особенности. Но ещё при сопровождении этих детей мы должны обязательно учитывать и особенности родителей, потому что родители этих детей, они тоже являются носителями определённого заболевания, которые с возрастом прогрессируют. И эти мамы детей, они тревожны, они склонны к депрессивным расстройствам не потому, что они воспитывают ребёнка с особенностями в развитии, а в принципе научно обоснованно и доказано, это их личностные особенности. И они, например, не всегда бывают критичны к состоянию своего ребёнка. То есть, когда мы говорим о психолого-педагогическом сопровождении детей, нужно обязательно учитывать и семейный фактор. Ну, собственно говоря, наверное, вот этим самым я и закончу. Спасибо большое за выступление. Благодарим вас. Уважаемые коллеги, если не будет хватать времени, можно в любом случае какие-то ключевые деписы обозначать независимо от презентации, потому что все презентации и весь вообще презентационный материал будет выложен на сайте ФРЦ. Очень важно, чтобы спикер за 10 минут сказал то, что ему важно донести до сообщества, что вызовет интерес по-настоящему, откроет какую-то дискуссию. Поэтому не волнуйтесь за презентации. Думаю, что дальше пойдем так, как обозначено в программе Алла Владимировна Дорогина. Здесь, по-ручски. Ростов-на-Дону, включение ребенка в образовательную церковь. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я представляю в данном случае региональный ресурсы-центр по сопровождению детей с РАС в Ростовской области. И хочу несколько слов сказать о нем. Что этот региональный ресурсы-центр он создан не на пустом месте. С 2009 года в Ростовской области функционировал ресурсы-центр по сопровождению инклюзивного образования. И так получилось, что первые дети, которые к нам пришли, и потом 99% всех детей, которые к нам обращались за помощью, это были дети с расстройством аутистического спектра. И в прошлом году, летом буквально, Министерство образования Ростовской области пришло к выводу, что для того, чтобы создать комплексную помощь этим детям, нужно организовать отдельный ресурсный центр. И он был создан на базе коррекционной школы, где обучаются дети с интеллектуальными нарушениями и с расстройством аутистического спектра. И вот именно опыт, 9-летний опыт работы, который был накоплен в ресурсном центре по сопровождению инклюзивного образования, он как бы лег в основу этой презентации. Когда к нам обратились, стали обращаться дети, как школьники, так и дошкольники, 2009 год, да, еще у нас никаких, как бы, законодательная база очень слабенькая была. И находили учителя, в школу, находили учителя, который будет, значит, обучать этого ребенка, создавали условия, которые могла школа создать, но мы всегда сталкивались с одной и той же проблемой. Какой бы ни был замечательный учитель, как бы мы не подготовили классный коллектив детей, составала проблема включения самого ребенка в этот классный коллектив. Дозировано, точечно, все это. Но всегда у нас еще оставался и сам ребенок, с которым необходимо проводить коррекционную работу и работу по включению. В школах и сейчас, наверное, не все могут похвастаться школы наличием нескольких психологов, которые могли бы заниматься не только детьми школы, диагностикой, суицидой и так далее, а если, чтобы еще, психолог, который бы занимался детьми с ограниченными возможностями здоровья, дефектолог и так далее. И поэтому, скажем так, вот эту вот функцию взял на себя наш ресурсный центр. И те дети, которые занимались у нас и обучались, уже обучались в массовых школах инклюзивно, мы и организовывали вот это сопровождение. И вот как раз-таки опыт лег в программу, которая была представлена на пятом конкурсе психолого-педагогических программ в Сочи. Стал лауреатом этого конкурса. Программа по включению детей с рас в классный коллектив. Она разработана была и разработана сейчас как бы для младших школьников, у которых есть затруднения речевые, коммуникативные. Ну, то есть вот этот вот весь спектр, который как бы сопутствует нам. Но, причем изначально разрабатывалась программа для детей с интеллектом норма. Сейчас мы уже работаем и есть у нас, ну, как бы она не оформлена, эта программа и для детишек с отклонениями интеллекта. Цель программы создание психологических, комфортных психологических условий для того, чтобы ребенок мог включиться и получать образование в школе. Самая основная задача, которую мы преследовали, это создание безопасной атмосферы в коллективе, в школе. Ну, это вот как бы первый этап, это создание в классе, а затем уже дали это школа, и если ребенок занимается еще и в каких-то кружках, мы переходили плавно и туда. Развитие навыков конструирования именно общения, обеспечение возможности использования тактильного контакта. Вы все знаете, что это у нас такая вот большая проблема у этих детей. Они как сами не очень-то, даже обратиться к касанию к плечу, скажем так, они уже если коснутся, то коснутся. И также к себе не допускали контакт. Вот, скажем так, с чего мы именно начали, у нас был ребенок, который высокофункциональный, замечательный, великолепный, три языка. Дети встретили прекрасно, учительница тоже была настроена помочь, но он при каждом, когда к нему обращались или дети, учитель, это начиналась эффективная реакция. И как раз таки вот с этого мы и начинали работать. И так как вот есть еще и сопутствующие задачи, так как практически у всех, ну а с которыми мы детьми работали сразу, это нарушена координация, то в уходе этой программы мы затрагивали еще и эти проблемы. Принципы. Это исключение соревновательного компонента во всех занятиях. Все сами занятия, они построены в игровой форме. Постепенная смена состава. Ну, я не знаю, наверное, это уже сейчас как бы не ненуженство, когда мы отбирали пять человек класса класса для этих специальных занятий и потом постепенно заменяли по одному человеку, меняли состав этой группы, в которую включался сначала ребенок. Сначала все дети были с бейджиками, чтобы он еще и знал, как обращаться к этим детям. И вот так вот постепенно, постепенно у нас в этой мини-группе у нас побывали все дети классного коллектива. Краткая четкая инструкция тоже. Это сейчас уже абсолютно всем известно и понятно, что ребенку должно быть без воды четко и конкретно сказано, что он должен сделать, что за этим последует и что в итоге получится. Чередование активных и пассивных игр. Это тоже в обязательном порядке, чтобы у ребенка перегруз просто не получался. Обмен ролями каждый ребенок исполнял какую-либо роль. И вот поначалу, когда мы только-только начинали ребенка включать, тьютеров, да не сейчас, где есть, где нет, у нас выполняет роль сопровождающего проводника между ребенком и группой выполняет или психолог, который работает с этим ребенком, или тьютер. И поначалу, у меня, к сожалению, не получилось видео загрузить, и поначалу вот ребенок просто не отлипает от своего тьютера. И постепенно, когда ему все равно приходится в ходе игры включаться в эту игру, коммуникатировать с детьми, он потихоньку, вот эта вот дистанция между тьютером и между ребенком, она начинает увеличиваться. Собственно говоря, требования к требования к самой программе, они очень просты. Это должен быть человек, который знает об особенностях ребенка, и который знает, как работать с этим ребенком и включать его в коллектив. Ну, я тогда уже не буду останавливаться на этапах. Ростов-на-Дону, есть сайт 42-й коррекционной школы, вы можете обращаться, и мы с удовольствием поделимся не только этой программой, но и другими наработками. Владимир, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы составляли эту программу, учитывали опыт ребенка, включение в общение со сверстниками, которые предшествуют? Учитывали, конечно, но вот в нашем случае это был практически нулевой опыт. У нас только были два случая, когда у детей уже был какой-то опыт, а чаще всего это вот из семьи. То есть программа ориентирована на детей, которые не имеют опыта общения со сверстниками? Да. Спасибо. Коллеги, есть ли у вас вопросы? Да, можно вопрос? А у Дори, скажите, пожалуйста, у вас сейчас дети, сколько человек учится в школе? Именно в школе? Да. Это 200, значит, аутистов 87, это у которых детишки дети с отсталостью и расстройством аутистического спектра. Это отдельный класс или они включены? Включены. Включены. И, правда, в эту же цифру входят дети, которые надомно обучаются. тоже наша задача по выведению детей в коллектив. А сколько у вас человек на дом обучает? Просто хочется услышать, сколько реально детей находится в образовательном пространстве в классе? В классе? В отдельном классе. Я просто не услышала, к сожалению, в начале вы реализуете программу адаптированную общеобразовательную для расстройства с аутистическим спектром с отрубствующим собственной отсталостью или вы реализуете программу для умственно отсталых детей. На данный момент у нас как есть программы для детей с умственной отсталостью, так и для детей программы и расстройства аутистического спектра плюс интеллектуальное нарушение. Извините, пожалуйста, подъявим вопрос. Эти программы включены уставы? Да, мы это включены. Спасибо. Все. Спасибо. Пожалуйста, приглашается Докушина Елена Александрова. Город Ульяновск о определении интеллектуальной готовности к школьному обучению детей с умственной отсталостью. Добрый день. Меня зовут Эбошина Елена Александровна. Я учитель спектолог детского сада города Ульяновска. И тема моего выступления определение интеллектуальной готовности к школьному обучению детей сразу. На сегодняшний день вопрос школьного обучения остается погромче. Слышно? Вы слышите, Верка? Даже я вас плохо слышу. Поэтому давайте, подождите, давайте отстроим это дело, потому что ведь не главное сказать, главное, чтобы вас услышали. есть у нас помощники. Снимите нам этот микрофон. Мы тут поспокойнее и по-рабочему будем, тогда нам будет легче. Не снимаете? и по-рабочему и по-рабочему и по-рабочему Но, послушав выступление вчера, поняла, что этот вопрос не только для нас актуален. Итак, для эффективного обучения детей в школе необходимо решение очень многих задач, в том числе и определение непосредственно самого образовательного маршрута. И здесь нашей задачей, как специалистов, работающих с детьми в ДОУ, является выявление всех возможностей и способностей детей, их слабые и сильные стороны. Решая эту задачу, нами была разработана вот такая вот диагностическая карта. Принцип взятый из ВИБИМАП. Отвечаешь на вопрос, закрашиваешь соответствующий квадратик этой карты. Здесь общий вид, чуть позже расскажу о ней несколько подробнее. Здесь диагностические блоки. Математика, чтение письмо, смысл, орика, мышление, ознакомление с окружающим, речь и учебное поведение. В каждом блоке по 10 вопросов, и каждый вопрос оценивается по семибальной шкале. При составлении и систематизации всех вопросов, нами были подробно изучены коррекционно-развивающие программы для детей с ЭПР, легкой умственной отсталостью и умеренной умственной отсталостью. В частности, нам важно было проанализировать, какой объем знаний должен быть сформирован у детей к моменту поступления в школу. Также изучались диагностические материалы, и отдельная, очень большая работа велась с учителями коллекционных классов, которые уже непосредственно из своего практического опыта рассказывали нам, с какими знаниями ребенок приходит в первый класс, что ребенок способен усвоить и какому образовательному маршруту соответствуют эти знания. Проанализировав всю полученную информацию, нами была составлена вот такая вот шкала оценивания. Как я уже сказала, что каждый ответ оценивался по семибальной шкале, и вот такая вот табличка получилась. 1-2 балла. Характеризует детей с умеренной умственной отсталостью, знания сформированы на низком уровне, и в целом знавательная сфера развита недостаточно, и соответствует варианту 8.4 по ФГОС. Ну и дальше в зависимости от уровня интеллекта соответствующие варианты программы. Но так как мы говорим о детях, у которых нарушены не только интеллектно-артистические проявления, то, конечно, в диагностике отдельным блоком стоит выявление основных аутистических проявлений. Это самостоятельная речь, понимание обращенной речи, возможность установления контакта, взаимодействие со взрослыми, со сверстниками, реакция на имя, и все. И вот, позвольте вам представить пример заполнения диагностической карты на одного из наших воспитанников. Плохо видно, но где много закрашено, там хорошо, где мало закрашена клеточка, это низкий уровень развития. Так вот, глядя на эту карту, мы видим, что познавательная деятельность, точнее академические навыки, цвета, форма, математика сформированы на достаточно высоком уровне. Отсутствие самостоятельной речи влечет за собой низкий уровень знаний по чтению письму. Но здесь самое важное посмотреть, что недостаточная возможность установить руководящий контроль и неспособность ребенка соблюдать правила группы влечет за собой то, что очень медленно и в недостаточном уровне формируется знание у ребенка. И я забыла отметить, что диагностика проводится три раза в год в стиле определения динамики и обучаемости. И вот с вышепречисленными трудностями мы видим, что динамика у ребенка наблюдается очень даже недостаточная. Таким образом, мы считаем, что вот такой вот подход к диагностике позволяет увидеть все стороны ребенка и получить более информативную картину о нем. Тем самым подобрать наиболее подходящий образовательный маршрут и спрогнозировать его обучение в школе. У меня все, спасибо за внимание. Спасибо, Ирина Александровна. Готовы к вопросу? Да. Есть ли вопросы? Да, есть вопросы. Скажите, пожалуйста, правильно я не понял? Ну, смотрите, давайте какие-то вещи. Встаньте, представьтесь, задайте свой вопрос, стоя, выслушайте ответ. Вот так вот, чтобы мы уже как-то в какой-то культурной среде находились, немножечко, чуть-чуть помни о том, что мы должны познакомиться, приехать на конференцию, прежде всего друг с другом. Добрый день, уважаемые коллеги, в городе Живатинске, встакова Наталья Петерина. Правильно ли вы поняли, что на основе своей диагностики вы по результатам подводите к диагнозу? Мы не подводим к диагнозу как-то какому, мы подводим к тому, что какую программу, знание, какой программой ребенок способен взять. Дело в том, что мы столкнулись с какой задачей, что, естественно, специалисты по МПК, обследуя детей на комиссии, конечно, за 15 минут им очень сложно определить, какому уровню соответствует ребенок, и какой вариант программы ему прописать. И здесь мы, проведя такую комплексную полную диагностику, можем посоветовать. Поэтому диагноз мы не ставим, мы только вот... Ну, хорошо, тогда следующий вопрос. Вы считаете, что легкую умственную отсталость – это не диагноз? Мы говорим о вашей карте, правительство, да? Легкую умственную отсталость, умеренную умственную отсталость. Я так понимаю, это как бы 10 данный диагноз учет. Правомерно ли мы, педагоги, доставлять такую диагноз? Я не знаю, это может быть дискуссионная его парень-площадка. Как вы считаете, поддерживаете? Нет? Правильно ли это? Мы же не должны быть здесь, мы с вами... Мы также ориентируемся на протоколе шаха, где прописаны эти пятки. Смотрите, как вопрос важен, так важен и ответ. Понимаете, да? Да? Потому что ответ, он не для вопроса. Ответ, он для себя всегда. Есть ли этот ответ? И если его нет, нужна рефлексия. Работа сделана, а ответ, она определенный. Причем очень простой, поверхностный... Извините, это не оценочное суждение. Ну, то есть он обычный вопрос. Цели вашей диагностики – это самый первый вопрос, который хочется задать любому в этой аудитории. А вот на этот вопрос нет ответа. Поэтому нужна рефлексия профессиональная. Если есть, скажите что-то. Ну, нашей целью было посмотреть, какие знания ребенок способен усвоить. Вот была наша какая цель. На каком уровне сформированы его знания? То есть вы проводите педагогическую диагностику, а не диагностику психических функций. Ваш вопрос связан со знанием учебного материала. Да, поэтому я в самом начале обозначила, что изучались программы коррекционно-развивающие и работали с учителями, которые из опыта рассказывали нам, какие знания сформированы, да, педагогические. Педагогическая диагностика к диагнозу не приводит. Да, но имеет место быть. И действительно она проводится. И без этой диагностики педагог свои задачи не решит. То есть не сказали просто того, что было важно. Вопрос многолегкий рукава. Окей. Так сказано просто было, что подготовка детей к школе. Подготовка детей к школе в детском саду, ли это подготовка детей к школе, либо это на уровне школы подготовки детей к школе. Разные же образовательные организации. И диагностика каких именно детей проводится. То есть если мы, однако, если мы уже знаем, что ребенок с расстройством аутического спектра, другое дело, тогда мы просто его диагностировали. Тогда, ну и вопрос. Я также отметила в начале, что работа в детском саду, возможно, упустила моменты с детьми в группе для детей с раз. И эта диагностика, она составлялась, ориентируясь, в первую очередь, изначально, конечно, на наших детей, у детей, у которых поставлен уже диагноз аутизм. Нашей была задача только понять уровень познавательных возможностей. Ну, я не знаю, честно говоря, может быть, этот материал, возможно, используясь. Это детский сад. Да. Это обозначило детский сад. Детский сад. Она не включалась в программу четвертого года. То есть, последнего года обучения предшколы. Программа подготовительного класса. Я позитивный диссонанс, коллеги. Это детский сад. И тогда это не... Ну, это... Тогда это другая диагностика. Тогда я не могу понять про три-два, три-три и вот про варианты адаптированной программы. Какая связь тогда между вашими уровнями с вариантами адаптированной программы? Диагностика ведется на момент поступления детей в школу. То есть, последний год обучения. Да, в начале года мы смотрим, чтобы проследить динамику, но тем не менее, важный акцент на именно момент поступления к школьному обучению. Подготовительные программы подготовительного класса нами тоже изучаются. Поэтому здесь вот такая вот, как бы, нам разумевается такая связь. Ну, давайте еще два вопроса, а потом в коридорах все остальное. Вот, королев, опять все. Хотелось бы вы уточнить. Вы работали, говорили с коррекционными педагогами. А эти педагоги, они к какой имели отношение? Они были в этих образовательных организациях, с которыми вы взаимодействовали? То есть, можно ли говорить о приемственности, да? И с вашим учреждением отношения к школам? Спасибо. Вот смотрите, когда мы изучали программы, там были прописаны знания, например, знания по математике, знания цифр. И даже программы для детей с умеренными состалостью, представительный класс, как я уже сказала, программы дошкольные, как бы не было четкого разграничения, какие именно, например, цифры должен знать ребенок. И от учреждений нам нужно было понять, какие именно знания ребенок, какими знаниями он может овладеть, что он способен узнать. В зависимости от уровня интеллекта. Но что касается преемственности, наверное, да, это работа совместная. И все же я хочу тоже задать вопрос. То, что интересно, психолого-медико-педагогическая комиссия дает нам заключение по созданию специальных условий по реализации программ. Когда вы определяете уровень развития ребенка, как это сочетается с заключением психолого-медико-педагогической комиссии? Заключение, конечно, дает ПМБК, но они требуют, просят у нас характеристику на ребенка. Общие выводы, характеристику. И мы просто проводя, как на наш взгляд, более полную диагностику, даем характеристику. То есть это вы еще делаете и для психолога-медико-педагогической комиссии? Ну так правильно. В комиссию дети у нас проходят перед школой, то это как бы может быть в части подготовки к школьному обучению. И учитывать его уровень коммуникации, сформированного в детей. Да, здесь есть отдельная табличка. Не про личку. А про альтерматизм коммуникации в том числе. И этот вопрос тоже, да, есть. Последний вопрос. Давайте последний вопрос. Ну, во-первых, у нас педагоги, которые... Да, я услышала, спасибо. Ну, во-первых, эта диагностика составлена нами самими, поэтому как бы обучения для того, чтобы проводить эту же диагностику, как бы нет, не было, никакого мы не проходили. А вообще специалисты, которые работают в нашем детском саду, да, проходят обучение. В частности, я прошла дистанционный курс обучения по ЭМИ. Пожалуйста, добавьте. Я хочу сказать, просто я проскучала, да, диагностика, да, с поскольку ветеринарой у развития ребёнка. То есть, если на начало посмотреть, затем в середине уже посмотреть, и уже корректирую свои программы, чтобы идеально подготовить ребёнку в школе, где-то иметь среди трехмежуточный курс, диагностика, это ведь это наше. Это не установление диагноза, не каких-то дисципалов, таких функций в детском саду, нет. Это именно промежуточная диагностика для того, чтобы совершенствовать. Спасибо. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что много очень вопросов, это вопросы, которые направлены на уточнение. Значит, всё же сидящей публике интересен этот опыт, который может быть также присвоен в своей деятельности. Это действительно хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Рукопорнятая, микрофоны, задаём вопрос. Хорошо. Ещё одно добавление при моментах. Пожалуйста, Кантор Павел Юрьевич, город Москва, федеральный государственный организационный стандарт и специальная история получения образования для обучающихся с расстройством аутического спеца. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Павел Кантор. Я не педагог, я юрист. Я юрист региональной благотворительной общественной организации Центра лечебной педагогики. Глаз не слышен. Меня вот так услышно. То есть, понятно, я понял. Микрофоны близкого действия. Это хорошо, с одной стороны. Вот. Значит, я сказал, что я не педагог, я юрист. Но, значит, наша организация, она у вас тут как бы будет ещё там как презентационная площадка работать, и наши специалисты у вас выступали и выступают. Но поэтому, естественно, я не буду говорить, вторгаться в педагогическую область. Моя как бы задача и сегодня поговорить о том, как с точки зрения законодателя должно быть организовано обучение детей согласно ВГОС, и с какими проблемами мы на этом пути сталкиваемся, потому что уже, ну, ВГОС уже посчитаем, больше учебного года действует, уже некоторый результат виден, и можно оценить, как теоретический замысел законодателя столкнулся с реальностью. Да, естественно, я не буду вам подробно рассказывать про то, как устроен ВГОС и организацию учебного процесса с точки зрения законодательства, поскольку, во-первых, вы это знаете, во-вторых, у вас раздатки, вот Елена Николаевна Кутепова прекрасная книжка есть, где все подробнейшим образом расписано. Поэтому я буду очень кратко останавливаться на основных пунктах, а более подробно останавливаться на тех вопросах, где на практике, а на практике к нам обращаются родители и педагоги, и даже администрация образовательных учреждений, да, возникают проблемы. Если, причем, я охотно готов допустить, что я вам сейчас буду говорить, что вот я вижу вот такую проблему в школах, я вижу вот такую проблему в школах, может быть, поскольку вы к нам не обращались, может быть, вы скажете, что в ваших школах такого нет, что в ваших школах все прекрасно, но, тем не менее, наверное, негативный опыт тоже интересно будет узнать. Значит, ну, да, не буду останавливаться на том, что мы очень сильно продвинулись вперед именно в правовом регулировании, и вообще говоря, вопрос образования детей, ну, в частности, сразу впервые, вообще говоря, ну, в последние два-три года получил какую-то серьезную нормативную базу, и можно четко говорить о том, в чем, как бы, обязанность и задача образовательной организации с точки зрения закона, и, значит, так, да, значит, ну, вот, как бы, мы понимаем, да, что вот есть приказ 1598, который утверждает в ГОСЭ, в частности, для детей с РАС, и есть вот САНПИНы, санитарные нормы и правила для реализации, значит, адаптированных образовательных программ, которые тоже содержат очень много важных положений, что тут, как бы, очень интересно, ну, как бы, существенно остановиться, что если в ГОСЭ, как мы знаем, ориентированы только на начальную школу и составлены только для начальной школы, то САНПИНы, они предусматривают реализацию, значит, образовательных, адаптированных образовательных программ вообще, то есть всего объема средней школы. Соответственно, те требования к комплектациям, там, к оснащению, ну, и так далее, они, вообще говоря, по буквальному своему смыслу, следует их распространять и на обучающихся старших возрастов, хотя, как мы понимаем, они не попадают под в ГОСЭ. И тот факт, что в САНПИНы оперируют теми же самыми категориями, что и в ГОСЭ, в смысле, вариант 1, вариант 2, вариант 3, вариант 4, говорит нам, во-первых, о том, что, когда будут разработаны в ГОСЭ для средней и старшей школы, то они тоже будут созданы по такому принципу, но это и так как бы понятно. А во-вторых, что, и это соответствует позиции Министерства образования, что даже и сейчас уже при реализации адаптированных образовательных программ для детей старших возрастов мы можем и, в общем, правильно, примерно ориентироваться на ту же, как бы, структуру этих программ, то есть тоже примерно распределять ее, если не юридически, то хотя бы методологически вот на 4 варианта и, соответственно, из этого исходить. Так, значит, что касается, ну, структуру в ГОСЭ тоже подробно останавливаться не будем, да, мы все понимаем, что такое вариант 1, вариант 2, это предусматривает освоение, предусматривает достижение знаний, сопоставимых с уровнем обычных нейротипичных школьников, да, варианты 3, вариант 4 не предусматривает такого освоения, а значит, с юридической точки зрения, да, вариант 3, вариант 4 не предусматривает получение среднего образования ребенка, да, это как бы важный момент, который, кстати, часто не понимается родителями, да, то есть родителям надо ясно объяснять, что если ребенок идет по варианту 1, 2, то он получает среднее образование, если он идет по варианту 3, 4, то он среднего образования не получает, он получает документы об обучении и, соответственно, повысить свой образовательный уровень, дальше он уже не сможет. Давайте дадим возможность всем договорить, но потом мы будем это обсуждать. Обязательно. Нет, я уже по предыдущему выступающему понял, что на этом месте страшно находиться. Но я совершенно не боюсь. Что касается структуры адаптированной образовательной программы, здесь тоже вы мне можете рассказать гораздо больше, чем я вам, но с чем мы сталкиваемся на практике, с теми, что мы имеем в виду, что очень часто эти адаптированные образовательные программы, как нормативный документ, как реальные учебные планы и планы курсов, в образовательных организациях не существуют, или существуют очень виртуально и очень оторвано от реальной жизни. В первую очередь это касается, конечно, обязательных коррекционных курсов, поскольку ВГОСы, как вы знаете, предусматривают для некоторых вариантов наличие обязательных коррекционных курсов, таких как формирование коммуникативных навыков, сейчас я, чтобы не ошибиться, да, формирование коммуникативного угловедения, социально-бытовая ориентировка, вот именно программ и планов этих учебных курсов, которые, повторяюсь, входят в адаптированную образовательную программу по ВГОСу, и являются обязательными, да, мы часто в образовательных организациях не наблюдаем. И это порождает, в свою очередь, ну, определенное, ну, непонимание между родителями и организацией, потому что, ну, например, там, родители говорят, у нас мало занятий с психологом, или у нас мало занятий с дефектологом, почему у нас так мало занятий, а мы хотим больше занятий, почему у нас два раза в неделю, а не три, почему три, а не четыре, да, и правильный-то ответ на это звучит так, что, соответственно, занятий в рамках коррекционных курсов столько, сколько предусмотрено программой, и родитель должен иметь право, и это его право по закону, ознакомиться с программой, с планом учебных курсов, и, соответственно, исходя из этого, оценивать, насколько его ребенок идет по программе, в том числе и в коррекционной области, достигает он результатов, не достигает он результатов, требует ли программа корректировки, или же все в порядке, и так далее, да, Если этой ясности правовой нет, возникает почва для непонимания. Я просто это вижу, поэтому я в этом смысле уверенно говорю. Что касается внеурочной деятельности, тут как бы немножко получше, поскольку тут нет ясной программы определенной. Но тоже, тем не менее, с внеурочной деятельностью тоже существуют проблемы. Заключение по МПК. Мы это понимаем. Мы, к сожалению, часто сталкиваемся с тем, что образовательные организации, получив заключение по МПК, родители говорят родителям, что мы не можем создать условия, которые предусмотрены в МПК. Когда родители приходят к юристам, юристы им говорят, что с точки зрения законодательства, с точки зрения положения психологии и педагогической комиссии, рекомендации по МПК для образовательной организации являются обязательными. И организация обязана эти соответствующие условия создавать. То есть, в ситуации, когда родитель требует того, что у него написано заключение по МПК, прав родитель, а не образовательная организация. И, к сожалению, доводы о том, что отсутствуют возможности, отсутствуют кадры и так далее, он с правовой точки зрения значения не имеет. В этом смысле организации должны здраво оценивать свои возможности, как мне кажется, на предмет возможности создания специальных условий, и, исходя из этого, планировать свою деятельность и, может быть, какие-то изменения. Как законодатель регулирует вопрос, связанный с тем, что... Это тоже важный вопрос. Как законодатель регулирует вопрос, часто встречающаяся ситуация, когда школа говорит, да, вы привели к нам ребенка, да, мы его обязаны взять, мы его берем, делать нечего, но что с ним делать, мы не знаем. Такое тоже бывает. К нам приходят такие родители. Я, как бы, надеюсь, что для вас этот вопрос отвлеченный, но, тем не менее, он встречается. И вот законодатель, законодатель на этот вопрос отдает такой ответ, что создаются центры психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, ЦПМС-центры, одна из задач которых состоит в помощи школам в разработке программ, реализации планов учебной работы детей с ограниченными возможностями, да. То есть, с точки зрения законодателя, я не очень, вернее, я знаю, что на практике это работает, к сожалению, плохо, но с точки зрения законодателя смотрит так, что если у школы есть проблемы с созданием условий с реализацией образовательной программы адаптированной, то помощь школе должна оказываться ПМС-центр, да. Школа не должна остаться один на один с родителем, а тем более просто педагог там начальных классов один на один с родителем, не знаю, что делать, да. Необходимо привлекать внешние ресурсы для того, чтобы эти программы реализовывали. Да, ну, мы все понимаем, да, что, собственно говоря, существенная революция, можно сказать, в ГОС, заключается в том, что ГОСы не предполагают вообще формирование классов и групп, состоящих из детей с расстройством аутистического спектра, да. Все дети расстройства аутистического спектра могут быть только включены в состав классов и групп других детей, не имеющих таковых расстройств, да. Если мы... Вопросы, да? Давайте, да. Ну, как бы, здесь я... Здесь я... Хорошо, здесь я говорю очень уверенно, да. И, соответственно, мы понимаем, да, что... У меня не работает микрофон. Наверное, уже технически... Не выдержал меня, да. Значит, что касается варианта 1, вариант 2, то они должны быть реализованы в рамках класса, ну, с нейротипичными школьниками. Один здесь без вариантов. Что касается варианта 2, то он может быть на правах инклюзии. Как бы, тут, скажем так, поскольку вариант 2 предусматривает освоение начальной программы в растянутой сроке, то понятно, что это вряд ли может быть реализована вся эта образовательная программа в рамках одного класса с нейротипичными школьниками. Поскольку нейротипичные школьники уходят вперед, вариант 1, 2 должен отставать. На практике мы видим примеры, когда детей с программой 8, 2, то есть по второму варианту, пытаются посадить в обычный класс. И, как бы, я не... в общем-то нельзя сказать, что это совсем-совсем нельзя или как бы-то запрещается, но понятно, что в таком случае программа должна быть или индивидуальный учебный план у него должен быть очень большой, и он с классом может интегрироваться только в каких-то определенных... в какой-то определенной степени, а потом... и к тому же это не может быть все время один и тот же класс, как я говорю, да, то есть в какой-то момент, видимо, будет первый класс, он пробудет с одним классом, а потом на типичный класс уйдет вперед, он останется на повторное обучение в первом классе и так далее. Это мы все понимаем, да, это технологии, да. Все мы понимаем, да. Скажите, что для вас действительно важно, как для вас? На практике, но тем не менее, если мы обращаемся к СанПИНам, мы хорошо узнаем, что в случае инклюзии детей по варианту 8.1 в нормативный класс его численность должна быть сокращена, да, до 15 человек, если один обучающийся, до 12 человек, если два. Что мы видим на практике? На практике мы видим, что детей по программе 8.1 и даже 8.2 просто сажают в обычные нормативные классы наполняемостью 25 человек, а потом приходят к нам и говорят, у нас ничего не получается. А что вы ожидали? Все, да. Соответственно, в общем, наверное, очень кратенько я сказал то, что хотел, и если будут вопросы, то я бы очень хотел на них ответить. Большое спасибо. Есть вопросы? Спрашивайте. Да, возможно, есть уточнение. Ну, уточнение. А, Вячеславович, какой вопрос? Вы на экране задали, а вы не вошли? Не вошли. Вы работали? Вопрос, оказывается, о бюджетной деятельности. Вы сказали, что был так, правда, что нет ясных программ. Что вы это задавали? Спасибо. Ну, я имел в виду, что ВКОС не подразумевает того, что обязательным элементом АООП является конкретный план внеурочной деятельности. Конечно, он может быть, и это, наверное, правильно, да, но в ВКОС, если мы читаем, то там есть описание о том, что часы внеурочной деятельности могут соединяться, разъединяться, перекидываться между годами обучения и так далее, и так далее. И поэтому здесь, как бы, ну, естественно, и не предполагается достижение в рамках внеурочной деятельности определенного результата, да, поэтому здесь, как бы, ее проще реализовать на практике. Это такой вопрос. А кому обращается внеурочная деятельность? Педагога дополнительно образована для учтей, для... Ну, в проблемных ситуациях, когда, с которыми приходят к нам, естественно, очень часто, да, это все перекидывается на одного единственного педагога начальных классов, который по замыслу администрации должен реализовывать и предметную область, и коррекционную область, и внеурочную деятельность, и для нормативных детей, в случае инклюзии детей с РАС, и для поадаптированной образовательной программы, и все это в рамках своего рабочего времени, и там, в лучшем случае, имея небольшую доплату за работу с детьми с РАС. Конечно, по замыслу авторов в ГОС, я здесь уверенно говорю, потому что с ним разговаривал, это не предполагалось, но это, к сожалению, встречается, да. Если я благодарю вас, понял, вы работаете с учителями учебных классов, правильно? Нет, нет, я работаю не с учителями учебных классов, но в ГОС распространяется на начальное образование, поэтому, говоря в ГОС, мы говорим про начальный класс, да. Спасибо, давайте поблагодарим выступающего. Спасибо большое. Нужно вопросы? Очень, один вопрос, и больше не позволю задавать вопрос. Вопрос такой, на какие документы опираться, чтобы, как сказать, недельные часы, минимум количество часов в неделю определить, допустим, школа дает 10, это нормально? Это на дому имеете в виду? На дому или в классе? В классе. В классе. В санпинах, вот санпины, на которые я ссылался, там недельная нагрузка определена, и, соответственно, именно на них, на эти санпины, необходимо ссылаться, вот их номер, там определена недельная нагрузка, и было разъяснение Министерства образования о том, что недельная нагрузка, указанная там, должна быть реализована не то, что в классе, но даже и на дому. Да, там указано верхний как бы предел, а не нижний, но предполагается, да, что часов должно быть достаточно, чтобы ребенок осваивал программу. И здесь мы убираемся опять-таки в это. Есть адаптированная программа, школа должна дать столько часов, чтобы эту программу освоить. Да, вот и все. Спасибо. Я все-таки думаю, что нужно какой-то комментарий, уже давайте будем это дополнять. Всевышнего Марина Николаевна, учитель дефектолога, учитель ресурсного класса в городе Москва. Каждая программа, 81, 82, 83, по ГОСУ содержит в себе такую штуку, как индивидуальный учебный план. И в этом индивидуальном учебном плане записано количество часов, которые предполагают предметную деятельность, коррекционную деятельность и неурочную деятельность. Я правильно понимаю? Ну, правильно понимаете, конечно. И, соответственно, уже любое образовательное учреждение внутри себя может распределять здесь часы на внеурочную деятельность, на коррекционную деятельность по своему собственному усмотрению. Это вот по вопросу родителей. Ну, по собственному усмотрению, но таким образом, чтобы осваивалась программа, причем по всем трем направлениям. И по предметной области, и по коррекционной деятельности, и по внеурочной деятельности. То есть, как бы, я, может, не очень хорошо понял вас вопрос. Безусловно, школа не может все часы, ну, как бы, сделать таким образом, чтобы коррекционный блок вообще не было, а все часы ушли на предметную. Такого не может быть, естественно. Нет, конечно. А в другой количестве часов прописаны. Конечно, да, в этом смысле. Спасибо. Я просто хочу сказать, что если возникают вопросы, то обращайтесь в источники, которые действительно помогут вам получить писательную информацию. В Москве это городской психолог-педагогический центр. И вебинары, и консультации, которые проводите. Если вы хотите действительно получить эту консультацию, пожалуйста, смотрите в анонсах и задавайте свои вопросы. Это действительно очень важные вопросы, которые нуждаются не в интерпретации субъективной, а в интерпретации, которая действительно определена теми документами. И говорить о том, что у детей варианта 3-4, к сожалению, нет, не получают среднего образования. Я думаю, что это та история, которую мы сегодня просто выслушали. Но мы прекрасно знаем, что профессиональное образование есть у всех. У меня два коротких комментария скажу и ограничусь. А общий совет, конечно же, обращайтесь прежде всего в нормативный документ, читайте стандарт. Читайте стандарт и читайте закон. Тогда вы будете понимать, как регулировать конфликты и ситуации, которые у вас возникают. С родителями, внутри коллектива, с руководителем образовательной организации, на это так. Мы речи только скажу очень короткие. Федеральные стандарты действительно разработаны для начального уровня образования. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья это только начальное общее образование. Все стандарты для среднего и общего и основного общего образования тоже разработаны. Но они являются общие образовательные стандарты. Отдельного стандарта для обучающихся с ОВЖ нет и не будет. Ни для основной, ни для средней школы. Почему? Потому что и для того, и для другого стандарта уже разработаны и введены текст через официальную редакцию стандарта. Специальные образовательные условия. И в стандарт основного, и в стандарт среднего и общего образования. Поэтому, когда у вас возникает вопрос, как регулировать образование ребенка, находящегося в основной или средней школе, опять же, читайте стандарты. Относительно адаптированная образовательная программа, полномочия по рекомендации ООП и тем более по установлению варианта этого ООП, принадлежит к действительной рекомендациям по МПК и согласию родителей. У школы нет официальной обязанности выполнять рекомендации по МПК. У нее есть обязанность учитывать рекомендации по МПК и выполнять закон. И работать в соответствии со стандартами. В этом смысле априори конфликта между школой и МПК не предполагается. Это должна быть единая образовательная политика и единые нормы, которые регулируют деятельность как школы, так и команды МПК. Относительно ПМС-центров, которые затронул докладчик, что они должны сегодня или не должны. Вообще, этот залог не совсем нормативен. Правильнее говорить о том, что есть статья 15 федерального закона 273, которая гласит о том, что существует такой механизм, и он законодательно утвержден этой статьей, сетевое взаимодействие. И сетевая форма реализации адаптированной образовательной программы, которая закреплена законом. И если школа, которая реализует адаптированную образовательную программу, выходит в адрес ПМС-центра с предложением о заключении договора по реализации сетевой формы, вот тогда возникает некоторое должноствование в соответствии с этим соглашением о реализации сетевой формы, реализации адаптированной образовательной программы. И, конечно же, относительно того цензового и нецензового уровня образования, который был затронут юристом. Конечно, вы должны в этом разобраться. Я думаю, что данное выступление может быть недостаточно для того, чтобы в этом разобраться. Но как только появляется адаптированная образовательная программа, и ребенок обучается по адаптированной образовательной программе, так возникает все то, что она влечет за собой. Не только структура, и не только там неучебная деятельность, которая лимитирована для всех десятью академическими часами, учебными часами, правильнее сказать, но и результатами образовательными. Нецензовый уровень возникает у тех детей, нецензовый уровень у тех детей, которые обучаются по СИПО. В этом смысле нужно быть очень аккуратными с пониманием того, какая перспектива на получение образования есть у того или иного ребенка. У нас постулат необучаемости снят. Все дети находятся в поле образования в соответствии со своими возможностями. И мы в этом отношении должны адаптировать свои инструменты и программы в том числе, для того, чтобы дать им столько образования, сколько они смогут взять. Ну и, конечно же, есть еще и разные уровни, про это уже Лена Викторовна говорила, но это очень важно. У нас нет ограничений в образовании сегодня ни для детей, ни для взрослых. Вся вертикальная образование есть в законе. И это право каждого человека двигаться по этой вертикали от рождения до старости, либо остановиться на каком-то уровне. Спасибо вам большое за комментарии. Рахмана Елена Николаевна, город Астрово. Пост-реабилитационное сопровождение детей с рактористического спектра дошкольного возраста в инклюзивном пространстве. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю научно-практический центр реабилитации детей коррекции и развития, на базе которого организован региональный ресурсный центр по комплексу сопровождения детей с рацией. Это, пожалуй, единственный центр, который базируется не в ответственности Министерства образования, а в ответственности Министерства социальной защиты. И о том, как он организован, каким образом функционирует, я буду рассказывать сегодня, на второй половине дня, на круглом столе. А сейчас просто один момент, касающийся того, почему все-таки он был организован именно в сфере социальной защиты. Но мы очень много с вами слушаем второй день, и очень приятно, что действительно много делается в плане решения проблемы инклюзивного образования детей, которые поступают в школу. И в основном это касается начальной школы. Но очень хороший, на мой взгляд, вопрос, Елена Викторовна, задан. А это дети, которые откуда вообще похвали в школу? То есть, вот коллеги из Ростова, был задан вопрос. Дети, которые совершенно с трудом включаются в образовательную среду, это что за дети? Это дети, которые пришли вообще ниоткуда, то есть из дома. По сути, никто этим детьми не занимался. И, конечно, эта проблема в образовании очень остро встала в 16-м году. Всего-навсего, ну, во всяком случае, так это выглядит у нас в области, когда сняли этот самый постулат на ограничение образования. То есть, раньше большинство из детей просто не попадали в школу, но родители, ведь они радуются за то, чтобы с ребенком кто-то занимался, реабилитировал ребенка и так далее. И вот мы как раз-таки своей целью поставили на вариант ранней помощи этим детям. То есть, ребенок, практически все дети сейчас, 80% детей, которые у нас идут в образование, первоначально попадают к нам в реабилитационный центр. И по сути, в своем докладе я хочу презентовать программу как раз-таки постреабилитационного сопровождения на звучании. То есть, дети, которые уже реабилитировались, получали полностью необходимых услуг, которые готовы к интеграции с социумом, потому что они уже были интегрированы в отделение ранней помощи, которое базировалось в рамках центра. И они уже были подготовлены к тому переходу в образовательную среду до... Но, опять же, проблема возникла от снизу, что называется. То есть, родители детей, причем не детей с рас, а нормативно развивающихся сверстников обратились с таким вопросом. А вообще, вот к нам в детский сад приходит ребенок с рас. Он не опасен для моего ребенка? Он его вообще не заразен? Ну и так далее, и так далее. То есть, вы должны понимать, что родители дома, типично развивающихся сверстников, они вообще, многие не знают, что это за проблема, и какие симптомы, и какие действительно трудности могут ожидать их ребенка, и так далее. И поэтому вот возникла такая идея создания программы как раз-таки постреабилитационного сопровождения этих детей, которые попадают в обычный детский сад. Здесь перечислены, собственно говоря, нормативно-правовые основы инклюзивного образования в дошкольном образовательном учреждении. Не буду я на этом остановить свое внимание. Всем понятно, что инклюзивное образование, оно обеспечивает равный доступ к образованию, да, и в том числе тех детей, которые попадают в дошкольную образовательную зиму. Но если в школе уже достаточно, более-менее определено многие вещи, да, то в дошкольной среде еще меньше вещей регламентировано. То есть АОП для детей с особой образовательной потребностью, по сути, не разработан. В ГОСы для детей с особой образовательной потребностью дошкольных учреждений тоже не разработаны. Поэтому здесь, как бы, педагоги, они в большей степени еще находятся вот в таком непонимании, что делать, да. И в нашем случае целевой группой той программы, которую мы начали реализовывать, были не только дети с расстройством логистического спектра, которые приходят в обычный детский сад, это были родители этих детей, это были также дети, волоктипично развивающиеся, которые тоже должны привыкнуть адаптироваться к тому, чтобы им попадать другой ребенок. И это родители этих детей, а также это педагоги, которые тоже должны быть подготовлены к работе с таким ребенком. Здесь представлены основные направления и этапы психологического сопровождения, которые реализовывались в рамках вот этого самого комплексного подхода. И на первом этапе осуществляется работа с педагогами. По сути, педагогов готовят и информируют иногда о том, что из себя представляет ребенок с расстройством логистического спектра, с какими особенностями поведения они могут столкнуться и каким образом можно приобретать это желаемое поведение, ну и так далее. Это и специальные условия, которые должны быть созданы для этого ребенка, это и обучение методам и приемам работы с такими детьми, а также это отдельный класс такой работы с родителями. Понятно, что в группе, в которую попадает этот ребенок, должны быть созданы специальные условия, ну, часть из которых отводится визуально, да, по сказкам, визуально в списании, и этому тоже педагогу нужно было учить. Это и первичный сбор информации о ребенке, о том, что может быть ценно и важно для выстраивания программы работы с этим ребенком. Здесь представлены на слайде некоторые, ну, скажем так, документы и педагогические материалы, которые используются в этой программе. Так, угу. Я хочу сказать, что, собственно говоря, все это исчезло. ... Я хочу сказать, что, собственно говоря, все и umm икрас, Это специальная подборка мультфильмов для детей, которые можно видеть, специальная подборка художественных фильмов, документальных фильмов, которые позволяют в большей степени получать информацию о том, что из себя представляет этот ребенок, как с ним взаимодействовать. И они классифицированы как раз-таки, направлены на работу конкретно с родителями, с педагогами, с детьми. И, собственно говоря, все эти методические материалы легли в основу методического пособия, которое сейчас находится в издательстве «Флинта». И в марте месяце это пособие выйдет, собственно говоря. Поэтому все это более подробно вы можете там увидеть. Вот здесь представлены некоторые элементы программы работы с детьми, занятия, которые в рамках этой программы реализуются. Кроме того, что мы готовим педагогов и родителей, и детей к включению в инклюзивную среду, мы также их сопровождаем. То есть педагоги могут обращаться в любом случае за помощью в региональный ресурсный центр и получать эту помощь и поддержку. Вот перед вами это пособие «Психолог-педагогическое сопровождение ребенка с расстройством аутистического спектра в инклюзивном пространстве», в котором все материалы программы отражены более подробно. Расписаны циклы занятий, насыщенная металлическая, скажем так, топилка там целых материалов. Ну и третий этап работы программы – это рефлексивный этап, когда осуществляется как раз-таки мониторинг эффективности предпринимания действий в рамках реализации этой программы. Серьезно, не могу. Попадает ребенок на второй этап, на третий, на четвертый. То есть если он попадает, значит где-то была промашка. Отслеживаете ли вы эту историю? Да, мы на самом деле отслеживаем историю практически всех своих детей. И к нам дети попадают многие до трехлетнего возраста. Потом мы не всех детей, сразу хочу сказать, отправляем в инклюзивное пространство обычного детского сада. Некоторые дети попадают в специализированные дошкольные учреждения. У нас есть такие два детских сада. Потом они идут в школу. И некоторые дети, не то чтобы они возвращаются, это знаете, как параллельно идет. То есть именно он может учиться в школе, но приходить дополнительно на определенные занятия. Либо с психологом, с дефектологом и так далее. И это опять же по запросу родителей. На мой взгляд здесь нет, ну скажем, того варианта, что это не эффективно реализована программа. Все может быть какие-то... Все же это тогда не про циклы, это про длительность периода сопровождения. Да, сопровождение нужно ребенку и семью в течение длительного времени. Длительного времени, действительно. Иногда в течение, действительно, это 18-го взросления нас в центре до 18-ти лет. Спасибо. Дмитрий Анатольевна, я хотела вот спросить, я правильно понимаю, что вы как реабилитационный центр, то есть вы предварительно готовите детей с раздражением аутического аспекта к тому, что они пойдут в детские сады, правильно? Вы как первая ступень, то есть у детских садов нет специализированных групп или есть они все-таки в детских садах? Есть два детских сада, где есть специализированные группы. Речь в данном случае в этой программе идет о тех детях, которые пойдут в обычный детский сад, где нет специализированного группы. Вы предварительно сначала и готовите, а потом только направляете в детский сад. А до трех лет, самое главное, это ранняя помощь, мы все это слышали, уже не понимаем, да? Поэтому вот это так. Спасибо большое. Еще вот я вижу вопросы, только подождите без микрофона и задавайте, чем вас не слышно. И еще, кстати говоря, мы имеем образовательную лицензию на дополнительное образование, и тоже занимаемся подготовкой детей к школе сразу на своей базе. Я просто хотела спросить, привлекаете ли вы к занятиям, которые готовят к инклюзии, много деличных детей? Я же ведь сказала, что один из элементов целевой группы, то есть это дети нормотипично развивающиеся, и мы тоже готовим предварительно к тому, что группу попадет в такой ребенок. Это и индивидуальное, и совместное занятие, потом уже с включением. Спасибо большое. Добрый день, Москва, Диана Юрьевна Нянцева. Елена Николаевна, вы сказали о том, что вы сотрудничаете с образовательными учреждениями и готовите специалистов. Как это происходит? Это инициатива образовательных учреждений или ваших? Потому что это же очень важно, вы готовите детей, потом выпускаете их в учреждения, и я ее внутрь поддерживаю, потому что это преемственность и рассвешивание. Вот, поясни, пожалуйста. Спасибо. Значит, дело в том, что у нас достаточно большой опыт работы здесь мистер расстройственно-наристического спектра, он гораздо больше, чем образовательных учреждений, он вот так сложился. И поэтому именно они к нам и обратились в 16-м году, впервые, когда столкнулись с массовым попаданием таких детей в школы, с тем, что же делать. И тогда и возникла идея создания регионального ресурсного центра. Поэтому о преемственности однозначно идет речь. То есть мы с беззаимодействием и просто плотно, у нас договора заключены на сотрудничестве, и в рамках которых сквозным образом проходит преемственность в программах, индивидуальных программах реалимитации и в дальнейшем образовательном программе. То есть это не только коррекционная школа, это школы? Это не только коррекционная школа. Ну, насколько мы вчера поняли в общении, что в Астрахани есть нетипичная ситуация, да, сложившаяся. И действительно, это нетипичная ситуация показывает, что взаимодействие разных ведомств все равно позволяет сопровождать ребенка не только с родственными аутистического спецнета любого ребенка. Здесь нужно говорить о межбедомственном взаимодействии. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю автономную некоммерческую организацию Центра пространства общения. Слушай, как бы поставь так полный мне. А, ну ближе. Так, вот так вроде нормально, да? Вот, и мы не государственная организация, да, мы занимаемся оказанием помощи детям, ну, с самыми разными нарушениями развития, тяжелыми множественными, тяжелыми формами пространства аутистического спектра, интеллектуальной недостаточностью, вот. И, как бы, свои программы, вот уже много лет, там, по-разному наша команда называлась, да, вот сейчас называется Центр пространства общения, как бы в учредителях и в такой деятельности нашей активное участие принимают родители, да. Поэтому для меня вот эта тема, как бы представление нашего опыта сотрудничества с родителями и семьями, она крайне важна. Но вот для того, чтобы говорить про сотрудничество семьи, там, специалистов, да, у всех людей, которые включены в этот процесс, мне кажется, что нам, специалистам, очень важно задавать себе постоянно вот эти вот несколько вопросов. Собственно, как открыть и как поддерживать пространство для диалога с семьями, да, и вообще какие ключевые вещи, которые нужны для этого диалога, чуть позже к этому вернусь. В чем вообще фокус работы специалиста, если мы говорим о сотрудничестве с ближайшим окружением ребенка, могут ли родители и другие члены семьи, и сам человек с особыми потребностями влиять на те программы и эти сервисы, которые организуются, ну и как технически эту возможность можно организовать. Вот. Про диалог пару слов. Очень важна эта позиция, с которой мы начинаем вообще разговор с семьями. Очень важна наша, ну, в какой-то степени такая настроенность и любопытство, и такое стремление к пониманию в этом, ну, в разговорах, в беседах с семьями о том, что важно, какие аспекты опыта, какое значение имеют для семьи. И вот частью этой позиции, такого внимания к каким-то смыслам, которые семья несет, да, то, как она понимает свою жизнь, то, как она понимает свой опыт, очень важно в какой-то момент ощутить, что мы хотим изменения от семьи, да, но это определенный риск для семьи, но настоящего диалога не возникает, если, в общем, и мы, собственно, не готовы рискнуть какими-то своими, там, профессиональными установками, какими-то своими профессиональными знаниями. Это особенно важно, если мы говорим про какие-то, ну, вот такие вещи, которые связаны с повседневностью человека с нарушением развития, которые связаны с коммуникацией человека с нарушением развития, там, с раз, да, и о интеграции в общество. Если мы говорим про следующую тему, очень мало у нас времени, да, 10 минут прям начинаешь, думаешь, куда бы пойти дальше, вот. Да, и основном приходится говорить, это как вкусно, по-моему, ощущение. Смотрите, вот про фокус работы, да, ну, для нас очень важно думать про две такие вещи. Это про компетентность, которая, вот так красиво выглядит, которая складывается, с одной стороны, из понимания, с другой стороны, из умений, с другой стороны, из отношения установок, да, и если мы думаем про развитие наших взаимоотношений с точки зрения построения компетенции, то мы должны думать про то, как задействованы нашу работу, как разворачиваются практики информирования, ну, в частности, там, если есть какие-то семинары, если какие-то брошюры, есть какая-то информация, обращенная к семьям, на самых-самых разных уровнях, на самых разнообразных темах. Мы должны думать про то, как мы передаем умения, да, и довольно часто для того, чтобы эти умения передать, да, нам нужна какая-то совместная такая практика семейная. И если, и довольно часто мы при этом, ну, вот вроде эти там знания и умения, довольно часто мы видим, что семья передаются, но при этом довольно часто люди забывают, специалисты забывают про вот этот вот компонент отношения установок. Я вот пример могу привести из области альтернативной дополнительной коммуникации введения этих средств. Ну, например, семья может быть информирована о том, что такое AAC, о том, в принципе, даже может иметь какой-то навык введения, допустим, картинок через указание или через передачу картинки, неважно, какое средство мы здесь используем. Но при этом, допустим, семья не чувствует себя достаточно уверенно, когда она практикует это в своей повседневной жизни. Или мы предлагаем это использовать в те рутинные моменты, мы знаем, что вообще рутин пересправивается крайне сложно, потому что сложно вот в то, как мы там, не знаю, чистим зубы, как мы умоемся и так далее, встроить нечто новое. И значит, вот мы начинаем передавать вроде бы эту там визуальную поддержку или какой-то способ коммуникации, да, а семья не чувствует себя достаточно уверенно. Или, например, да, мы часто с этим сталкиваемся, ну, сталкивались сейчас с этим, как стало в последний, может быть, год получше, с ощущением, что если семья начнет использовать альтернативную дополнительную коммуникацию, то это ограничит в дальнейшем возможности по освоению речи, да. Если мы с этим приступаем, как бы, и просто рекомендуем семье некоторую практику, не разбираемся с этими установками, да, с каким-то отношением, с ощущением комфорта, да, то мы столкнемся дальше с огромными трудностями, ничего у нас особо не получится. Ну, и вот второй фокус, про него практически ничего не скажу, только обозначу его, да, что есть еще такая вещь, как резилентность, да, и способность, как бы, проходить сложное обстоятельство, сохраняя и даже формируя некоторую компетентность, да, то есть это два таких взаимосвязанных, три взаимосвязанных речи, как бы, резилентность, такая продолженная, продолженная компетентность, да, в течение всей жизни, вот. А правда, она и не пишет. Да, да. Но не только. Есть системные модели, очень хорошие, на основе изначальной системы, системной модели, экологической модели системной Ури Бронфенбренера, да, есть прекрасная схема Ангера, могу к ней отослать, которая учитывает все компоненты, как бы, компоненты на уровне человека, на уровне сообщества и на уровне, как бы, некоторой такой большой социальной структуры и, как бы, полиции. А? И, как бы, ну, за мной вопрос. А. Так. Ну, и вот про увеличение степени участия человека в принятии решений. Например, нам очень важно задавать себе вопрос, о какими диагностическими инструментариями мы пользуемся и как мы выбираем цель вмешательства. Ну, например, насколько диагностические инструментарии вычленяют и позволяют формировать цели этого вмешательства, и насколько они значены и происходят в тех областях, которые важны для семьи, которые важны для самого человека с нарушением развития. Ну, вот пример такого диагностического инструментария, например, канадская оценка выполнения деятельности КОПУМ, которые шкалируют разные области. Не просто мы, как бы, оцениваем, мы дальше формируем как специалисты цели, да, и презентуем их, а семья, как бы, выбирает в результате некоторой оценки и, как бы, беседы о повседневной жизни человека в течение всего дня, значит, выбирает вот эти самые цели, на которых дальше будут работать, да, и эти цели дальше расписываются, да, формируются в рамках модели смарт-критериев, да, и таким образом, например, у семьи, да, у ближайшего окружения, если человек, как бы, с расстройствами, допустим, от стихового спектра способен тоже участвовать в этой процедуре, да, вот, а иногда это интересно, да, что, например, там, семья думает одно, одному надо учиться, да, а человек выбирает для себя, как бы, другую область обучения. Ну, в общем, если есть у нас такие инструменты, как смарт-критерии, да, это позволяет нашим клиентам, как бы, контролировать то вмешательство, которое производится нами и оценивать, как бы, ход этого вмешательства. Ну, и, естественно, там дальше нам нужны инструменты для переоценки и так далее. Еще очень важный компонент, вот это увеличение степени участия, это, собственно, устройство такого процесса, да, сложное слово, метакоммуникация, то есть метакоммуникация о том, как мы коммуницируем, что мы видим, что люди очень редко, как бы, ну, в своей практике садятся на переговоры, там, да, или на какие-то встречи для того, чтобы обсудить, собственно, а вот то, как мы работаем, это вообще вам как, да, вот то, как устроено наше со мной отношение, то, какие инструменты мы используем, это вам как, то, какие активности вам предлагаем, да, это как, как мы это могли бы изменить, да, вот этот вот вопрос о метакоммуникации, он крайне важен. Вот, ну, и последняя такая вещь, которую я бы хотела сказать, про то, что, ну, такие современные подходы к, по современной модели работы с клиентами, вообще в области психического здоровья в том числе, они нам говорят, что мы, как бы, вот таких больших, как бы, политических, практически лозунгов, там, надо сотрудничать с семьями, или, там, надо сотрудничать с человеком с нарушениями развития, мы должны перейти к такому детальному разбору непосредственной практики. Собственно, а как мы это делаем, да, вот, я вот смотрела тут несколько лет тому назад прекрасный отчет исследования нашей британской коллегии о практиках сотрудничества в семьях. Так вот, эта проблема как бы мировая, да, заявлено сотрудничество, а в реальности, допустим, если мы предлагаем программу, а потом просим семью только подписаться под этой программу, что они ознакомлены, так вот это никакого сотрудничества в этом на самом деле нет, это как бы форма согласия. И семьи это прекрасно понимают. То есть нам нужно пересматривать те процедуры, которые у нас есть, да, и то влияние, которое люди, ну, как бы, могут оказывать и на диагностику, и на выбор целей, и на активности, которые предлагаются. Я не очень понимаю, я поскольку из общественной организации, я, конечно, понимаю, что это гигантская трудность, если мы посмотрим, там, на школьное пространство, да, с его, там, требованиями. В детских садах это легче, еще легче, это на уровне, там, раннего возраста, да, и мы так видим в программах раннего вмешательства, как раз вот эти практики. Легче всего, как бы, интегрировать в работу, и такое понимание, как бы, работа, такую философию работы. Со школой становится все сложнее и сложнее, но, вот, как бы, очень было бы интересно, если бы это все больше и больше воплощалось бы в жизнь. Спасибо большое. Анастасия Даня, на данный момент, в ранних практиках, в ранних мешательствах, в ранней помощи семейно-центрированных характерах этой помощи, и все знают, что это декларировано, и мы этому придерживаемся, естественно, с возрастом ребенка, мы все равно, наблюдая в небо уже оторванность от семьи, да, в реализации технических задач, но когда мы говорим про категории детей с особыми образовательными потребностями, все равно в фокусе внимания, вот как бы мы ни хотели думать, в фокусе внимания у нас остается семья. Без семьи, без потребностей, без семьей, конечно, что это сделать можно, но немного. Вот, это мое личное мнение, я вот это имею, потому что долго-долго работаю с семьей. Но у меня два таких вопроса. Скажите, пожалуйста, как семьи находят вас, и как долго они с вами? Семьи долго с нами. Очень некоторые семьи в наших программах участвуют более 15 лет, ну или мы знакомы, да, более 15 лет, потому что часть программ, например, начиналась на территории центра лечебной педагогики, потом в рамках родительской организации «Дорога в мир», вот, и мы в один период времени, мы существовали как отдел лечебной педагогики в центре медико-психолога и социального сопровождения детей и подростков, да, архитектора Власова. Вот, поэтому какие-то семьи мы знаем очень-очень давно, какие-то к нам периодически возвращаются, ну, в частности, из-за того, что какие-то вещи, которые происходят в школе, как раз не являются семейно-центрированными, да, и не центрированы на потребностях, там, человека с особенностями развития. Ну, вот, я надеюсь, что, как бы, в большинстве школ это нет, ну, например, там, да, человек в коррекционной школе, да, у него вот социально-бытовая ариентация, и в рамках этой социально-бытовой ариентации человек учится готовить по тетради, да, то есть он только записывает рецепты, человек с ростой специалистического спектра, да, он, как бы, занимается математикой, но он не знает эту прикладную математику в смысле похода в магазин, да, и часть наших программ, она выстроена от того, что есть потребность, заброс семьи, да, на то, что вот, вот, как бы, мы уже готовы давать ему деньги, например, да, вот, а давайте придумаем, как же он с этими деньгами пойдет в магазин, потому что сейчас не с такой рецепт он идет и скупает шупа-чупсы, вот, ну, то есть мы, как бы, с семьями сотрудничаем, в такой долгосрочной перспективе дети очень разные по, ну, такому, как бы, уровню функциональному, да, и поэтому разные вещи встают, для кого-то, как бы, больше объем помощи, для кого-то меньше объем помощи. Сейчас, потому что сайт обновляется, пока он так грустновато выглядит, но мы существуем в Фейсбуке и ВКонтакте, там большая страница. То есть, меняя название, вы концепция, скажите, неизменная. Да, концепция наша в сотрудничестве с семьями в том, и в том, что те вещи, которые мы учим, очень важно, чтобы они были связаны с повседневной жизнью человека с нарушениями. Спасибо. Ваш вопрос. Город Москва, Гавриловна Елена Сергеевна. Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что члены семьи не принимают человека с расстройством амгистического спектра, таким, какой он есть, не принимают его особенностей, требуют, чтобы он стал нормальным, таким, как они хотят, чтобы соответствовало ожиданиям и представлениям. Приходилось ли вам с этим сталкиваться? Я более чем уверена, наверное, что такие семьи сами к вам не придут, то есть вам нужно к ним приходить. Мне кажется, что проблема в принятии и непринятии одним человеком другого человека это вообще гигантская проблема всего человечества на протяжении веков. Поэтому вообще вот эти попытки понять друг друга, они многовековые. И действительно мы видим, что части родителей детей с расстройством аутистического спектра или другими нарушениями развития, бывает сложно понять, что значит то или иное поведение. Бывает сложно приспособиться к каким-то отдельным аспектам поведения. И они могут вызывать какие-то чувства, например, если это какое-то повторяющееся поведение, то это может вызывать чувство раздражения в определенные моменты. Наша задача как раз открывать вот то пространство, где мы можем понимать, что те или иные вещи значат. Говорить об этом, наблюдать это, смотреть это, пытаться вместе понять. Тогда, мне кажется, становится легче. То есть мы какой-то такой изначальной зловременности видим очень и как бы нежелание. Скорее трудно. Скорее трудно, но как бы нужны специальные программы, нужны специальные действия, чтобы это облегчить. В России особенно очень распространено авторитарное воспитание, авторитарный характер, когда человек просто не желает принимать ничего того, что не вписывая в свою картину мира. И само идея о том, что другие люди как-то могут отличаться от него. Но... Я хочу сказать, что здесь сложно говорить, в реалитаре как-то 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 как-то, как-то 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 как-то, как-то 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 как-то. Но эффективно работать только тогда, когда есть запрос. Поэтому все общество может привести к тому, чтобы произошло осознание изменения позиций и возник тот запрос на помощь, которая нужна. Помощь без запроса, она совершенно неэффективна. Но вот я еще тоже в качестве краткого очень комментария. Вы знаете, я много сталкиваюсь с родителями в режиме консультирования. И мне кажется, что у нас вообще в обществе не очень, допустим, распространены вещи, связанные с пониманием психологических особенностей детей вообще. Родителям очень трудно, бывает даже с обычными детьми, понять, какие вещи относятся к возрасту, которые будут сменяться, какие связаны с характером, как можно там способствовать, развивать одно, другое, к чему можно приспособиться и так далее. Это же в обычной такой практике. Сложнее бывает с людьми с теми или иными нарушениями, особенно с нарушениями коммуникации, контакта, когда человеку самому сложно бывает донести, что не так, что именно нужно понять и принять. Все равно это про жабы. Да, все равно это про жабы. И этим людям вот что самое интересное, вот то, что они не могут донести, они объявляют эти вещи очевидными. То есть вот они не могут вот словами об этом сказать, но ждут, что другие, но и ребенок с расстройством. Ну, нужна, конечно, популяризация, да? Нужна популяризация, чтобы общество знало, как бы и в целом люди знали про то, как видят мир, как ощущают мир люди с расстройством атистического спектра. И тогда будет, мне кажется, легче, да? Тогда вот эта, ну, потенциальная готовность, она будет, конечно, ну, больше что-то сформирована. Спасибо большое. Спасибо. Анна Дмитриевна Барбитова, город Ильяновск, исследование о губернии ребенка с расстройством атистического спектра на основе преподобного анализа поведения. Анна Дмитриевна, вам слово. Уважаемые коллеги, моя задача сегодня показать на примере... Задача моя показать сегодня на примере применения прикладного анализа поведения, возможности работы с нежелательным поведением и корректировкой этого поведения на основе исследований. Итак, моя задача, вернее, мое выступление будет состоять из маленьких блоков. Первое – это небольшое теоретическое уточнение терминологии, которое используется в исследовании. Второе – это как проходило исследование. И третий – анализ результата. Итак, чтобы лучше узнать, что воздействует на то или иное поведение ребенка и уметь корректировать нежелательное его поведение, в первую очередь, наверное, необходимо выявить цели этого поведения. По Роберту Шраму выделяются следующие типы поведения. Первое – это получить чего-либо желаемое. Второе – это избежать того, что инициирует другой человек. Третье – получить что-то от кого-то. И четвертое – убрать что-то либо или избавиться от того, что есть, воздействовать на этого ребенка. Какие цели у этих поведений будут? Их три тоже по Роберту Шраму. Первое – это привлечение внимания. Второе – уклонение. И третье – самостимуляция. Определив цели поведения, мы можем эффективно корректировать это поведение и, соответственно, формировать то, что будет успешным для ребенка в его жизни и деятельности. Каким способом можно отслеживать цели поведения? Ну вот наша задача в нашем исследовании – это выбрать один из видов поведения, часто демонстрируемый ребенком сразу, определить фундамент... Не надо, не надо, мне тут последний, пожалуйста. Да, последний. Помните, мы говорили? Да, это не надо. Мы можем выбрать один из видов поведения, определить фундаментальные свойства, какие мы брали одну реакцию и определяли такие свойства, как протяженность во времени, повторяемость во времени и комбинация этих свойств. И, соответственно, разработать коррекционную программу. Понятие поведения в ABA рассматривается с точки зрения разных исследователей, но мы опираемся на понятие скиннера, что под поведением подразумевается любое действие живого организма, взаимодействие мышц и желез живого организма с окружающей средой, движение этого организма или его частей тела в рамках соотношения с внешними предметами и факторами. Что очень важно? Поедение может использоваться как термин, используется для обозначения широкого класса реакций. То есть мы можем рассматривать одну реакцию или комплекс класса реакций, который выполняет определенную функцию. И тогда мы будем говорить о функциональном классе реакций. Прикладной анализ поведения, почему использовались на основе этого метода, мы придерживаемся точки зрения, что это наука, которая имеет свою методологию, принципы, подходы, имеет прикладные методики или прикладное направление на основе законов поведения и систематически может их применять для улучшения социально значимого поведения. Кроме этого, мы всегда говорим, раз научная основа, то должен проходить эксперимент или исследование. Если по Роберту Шраму научиться понимать мотивы поведения ребенка сразу, любого даже человека, и освоить принципы и техники прикладного анализа поведения, то мы можем регулировать и, соответственно, корректировать это поведение с целью улучшения и эффективности жизнедеятельности ребенка. Какие фундаментальные свойства мы исследовали в реакции? Это момент во времени, протяженность во времени, повторяемость во времени. Вот, чтобы вам понять на простом языке, я дам краткую характеристику. Итак, момент во времени – это любая реакция или поведение, которое происходит в определенный момент времени. Вчера мы присутствовали на пленарном заседании и были выступающие. Каждый выступающий имел определенный момент выступления своего и заканчивался он чем? Аплодисментами. Мы, ну, я вот взяла, допустим, для себя, сколько раз аплодировали кому из выступающих и в какой период. Это вот и есть момент времени. По каким признакам определяется или может отслеживаться момент во времени? Это быстрота реакции, как быстро мы реагировали на окончание выступления. Это время между реакцией, сколько раз мы аплодировали выступающим. Протяженность во времени – это одиночная реакция, которая занимает определенное время. То есть это свойство, которое указывает на то, чтобы акт поведения занимал некоторое количество времени и, соответственно, раз время, то его можно измерить. По какому параметру можно измерить продолжительность, протяженность во времени? По продолжительности, сколько времени длится то или иное поведение. Еще один показатель – это повторяемость во времени. Как часто может эта реакция повторяться? Она может происходить неоднократно в течение времени. Она может, раз она неоднократна, она может наблюдаться, подсчитываться в количестве раз, то есть счетность имеет, периодичность, количество реакций в промежутках времени и ускорение. нами было для исследования взято наблюдение за поведением ребенком реакция прыгания на мече. То есть ребенок прыгал на мече во время занятия 45 минут, и мы наблюдали, что происходит с этой реакцией, какая ее продолжительность, сколько раз повторяется, для того, чтобы мы могли регулировать его поведение. В какой ситуации ребенок прыгал на мече? Когда он сталкивался с трудным заданием, ну, например, ребенку предъявляют две карточки, он должен был выбрать одну из них, и для него это было трудно. Он встал и уходил, и прыгал на мече. Второе. Цель поведения была определена, что он получает не только уход от трудного задания, но еще получение самостимуляции. То есть он получал самостимуляцию за счет прыгания на мече. И он мог прыгать достаточно долго. Но мы же не можем ждать задания, занятия прекращать из-за того, что он 45 минут занятием может прыгать. Мы должны что-то с этим делать. И в ходе наблюдения мы решили отследить вот эти вот показатели. Итак, у вас сейчас на таблице момент во времени. Наблюдение было, ну, здесь краткое, три дня, первые три дня, значит, и что отслеживалось? Поведение, конкретная реакция прыгания на мече. Комплекс поведения, то есть как от момента ребенок уходил с трудного задания и доходил до меча, садился на мяч, прыгал на мече, уходил с меча. Это будет комплекс реакций, которые подразумевали одну и ту же функцию поведения. То есть уход от трудного задания и получения самостимуляции. По минутам. Значит, в первый день прыгать на мече, вот мы смотрели начало и окончание поведения. И промежутки. То есть он в какой момент? На начало занятия в 17, через 3 минуты занятия ребенок пошел прыгать. Дальше. На 20-й минуте ребенок занятие взял, пошел прыгал. И так далее. И соответственно отмечали продолжительность. Сколько по времени он прыгал для того, чтобы удовлетворить самовозбуждение через самостимуляцию. Здесь видно, что продолжительность на втором занятии уже стали применяться коррекционные методы. Вывод по этой таблетке. Что мы можем сделать? Время продолжительности прыгания на мече у ребенка после применения коррекционных методов стабилизировалось. То есть не 5, не 2 минуты, а именно 3 минуты. О чем это может говорить? Что мы эти 3 минуты тоже можем корректировать. Мы можем говорить, вот 3 минуты ты прыгаешь, а следующее занятие мы говорим, после выполнения задания ты прыгаешь 2,5 минуты, 2 минуты и так далее. То есть мы уменьшаем реакцию прыгания на мече. И вторая табличка. Здесь сведены все свойства, которые помогали нам для того, чтобы выбрать тот или иной метод корректировки. То есть посмотрите, что мы отслеживали протяженность во времени, повторяемость во времени и частота во время одного занятия, сколько раз ребенок прыгал. В ходе коррекционных методов частота между реакциями, время между реакциями увеличилось. То есть ребенок сидел на занятиях и выполнял задания более долго, чем перед началом исследования. Продолжительность времени прыгания уменьшалась. И следующее стабилизировалось. И повторяемость во времени тоже уменьшалась. То есть ребенок во время 45 минут уже не чаще бегал, а получал прыгание на мече уже в качестве коррекционных методов. Не как самостимуляция, а как поощрение. Как поощрение. То есть ты выполнишь задание, за такое короткое время ты получаешь прыгание на мече. Почему мы не убираем прыгание на мече? Все. Почему не убираем прыгание на мече? Потому что это важное свойство, оно пригодится в жизни, и ребенок должен уметь прыгать на мече. Но он уже понимает, что есть регуляция внешнего контроля. Второе. Он понимает, что он это получит как результат своей эффективной деятельности. И в-третьих, он получит желаемый результат. Так, все, спасибо. Спасибо большое. Тогда продолжаем. Спасибо. Спасибо большое. И тоже приглашаем Анну Дмитриевну, степонентка, город Москва, модель института и зоны. Я так понимаю, что нет, да? Актива Татьяна Николаевна, город Косформанс, психологическая готовность на людей, родители детей с РАС. Добрый день. Мне хотелось бы познакомить аудиторию с результатами исследования, которое было посвящено психологической готовности к инклюзивному образованию различных его участников. В целом, исследование распространялось на родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Не только заявлено сразу, но вообще мы брали родителей детей с разными вариантами дезонтогенеза. И родители детей с типичным развитием, родители детей с типичным развитием были включены в исследование, и педагоги. Это вот как бы в целом вся выборка. Но сегодня мне бы хотелось остановиться только именно на готовности родителей детей с ОРЗ. Значит, несмотря на то, что и документы есть, которые регламентируют, да, инклюзивную практику, и, в общем-то, есть уже определенный опыт внедрения инклюзии, тем не менее, проблема-то остается достаточно такой насущной, да, и, в общем-то, не буду я много говорить о том, насколько важна и готовность педагогов, и готовность родителей для того, чтобы процесс инклюзии был эффективен. Остановлюсь из теории только на одном понятии, как рассматривать психологическую готовность. она понималась под динамическое, сложное комплексное образование, состоящее из комплекса личностных свойств, знаний, умений личности, которые способствуют успешному выполнению человеком своих функций. И, конечно же, в формировании психологической готовности к любой деятельности большое значение имеет опыт, жизненный опыт личности, и это как раз в исследовании, дальше и приявлений. Значит, традиционно в компоненты психологической готовности включаются когнитивный, мотивационно-ценностный, эмоциональный и поведенческий. И очень кратко сейчас охарактеризуем каждый из этих компонентов. Не буду останавливаться на организации, хорошо? Значит, что сказать про когнитивный компонент родителей, именно имеющих детей с ОВЗ. Конечно, родители знают и специфику развития ребенка и потребности, но представление об организации инклюзии, о законодательных актах, о вариантах адаптированных образовательных программ практически находится на очень низком уровне. И очень часто путают у нас обучение по адаптированной программе, например, индивидуальное обучение, для родителей это практически является синонимом. О содержании психолого-педагогического сопровождения в школе родители, в общем-то, тоже практически неинформированы, и поэтому возникает много опасений. Но я к ним еще вернусь по поводу того, что ребенок в инклюзии потеряется и не справится с ним. Значит, мотивационно-ценностный компонент включался по двум параметрам. Во-первых, мы пытались определить ожидания родителей, которые могли бы стать мотиваторами включения ребенка в инклюзивный процесс. И, во-вторых, мы изучали ценностные и смысложизненные ориентации, которые детерминируют, то есть определяют саму мотивационную сферу родителей. Значит, ну и вот ожидания основные, которые присущи, то есть что родители как бы ожидают от включения ребенка в инклюзивное образование. Ну это, в общем-то, достаточно, я думаю, ожидаемые были вещи, да, такие традиционные. То есть они ожидают создания условий для развития обучения, изменения отношения к детям, выход из изоляции, ожидают улучшения психического развития ребенка, эффективной социализации, равноценного отношения детей с ОВЗ, с типичным развитием друг к другу, снижения напряжения в семье. Ну и ожидают проблем, как видите. И дальше я просто разделила родителей по возрастам детей, по возрастам детей имеется в виду. То есть родители дошкольников, смотрите, у них, у единственных, был такой, ну как бы запрос такой, на снижение напряжения в семье. То есть по большому счету, вот это запрос уже к родителям, ой, к родителям, к службам, специалистам службы сопровождения, да, то есть такой открытый достаточно. Родители младших школьников, в принципе, хотели бы включиться в инклюзию, и дальше тоже об этом скажу. Но опять же, вот у них именно в их группе в меньшей степени присутствует ожидание соответствия обучения индивидуальным потребностям ребенка, и это, в общем-то, для них является, наверное, дезмотивирующим фактором, наоборот. Ну и родители подростков, у них в группе было ожидание как раз проблем от вынутрения инклюзии, и они, в общем-то, многие из них не хотели бы включаться на данный момент в инклюзивное образование. Значит, по смыслу жизненным ориентациям, то есть по общему показателю осмысленности жизни, статистически значимых различий не было получено между двумя группами родителей по разным шкалам, это по разным субшкалам теста СЖО. Но что оказалось? Так, сейчас. Значит, в группе родителей и детей с УВЗ выше общий показатель осмысленности жизни. То есть, ну, если так очень просто прокомментировать, да, то есть люди как бы большую наполненность своей жизни ощущают, нужность свою, необходимость, вероятно, это связано как раз с наличием ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и понимание, что родитель подчас является единственным человеком, который вот искреннюю заботу проявляет о этом ребёнке. И в группе назначения общего пала в группе родителей и детей с УВЗ большое влияние оказывал фактор локус контроля жизни. Практически на половину выборки это влияние оказывалось. Но несмотря на то, что общий показатель осмысленности жизни у родителей и детей с УВЗ выше, всё-таки при этом они по сравнению с родителями детей с типичным развитием намного скромнее в определении ближайших целей своей деятельности. То есть в основном их цели связаны с семьёй, со здоровьем, ну и вот снова стать мамой, да. Видите, что цели родителей и детей с типичным развитием более разнообразны. Мы очень кратко так прокомментирую, изучали распределение ценностных ориентаций родителей до рождения ребёнка и в настоящий момент. Конечно, здесь может быть не очень, я соглашусь, не очень корректное проведение исследований, поскольку это ретроспективное было исследование, да, но тем не менее. Значит, у родителей детей с УВЗ до рождения ребёнка статистически высший показатель толерантности, для них это было более важно, а для родителей детей с типичным развитием физическая привлекательность. Ну и в настоящий момент, значит, для родителей детей с УВЗ меньшие значения стали приобретать параметры принципиального саморазвития таланта, значит, как бы ушли они на второй план, а по сравнению с родителями детей с типичным развитием, у них меньшее значение для родителей с УВЗ имеют принципиальность, материальное положение, физическое привлекательность. То есть можно сказать, что идёт смещение ценностей, ну, в сторону терпимости, толерантности уходит эгоистичных каких-то ценностей. Значит, по методике изучения мотивации и аффилиации в группе родителей и дошкольников выше показатели страха и отвержения по сравнению с родителями у младших школьников. У младших школьников выше показатели стремления к принятию. Скорее всего, наверное, это связано с тем, что меняется социальная ситуация развития ребёнка в младшем школьном возрасте, и родитель помогает адаптироваться и сам адаптироваться к этой новой ситуации. Эмоциональный компонент. Значит, здесь получилось некоторое противоречие. Половина родителей дошкольников хотят, чтобы ребёнок улучшался в инклюзивном классе. И сюда входят и родители детей с ИПР, и с нарушением речи с синдромом ДАМа. Там тяжёлое нарушение речи были. А вот уже младшие школьники высказывают намного больше опасений по включению ребёнка с ОВЗ в инклюзивный процесс. И, видите, да, тут цифра 25-30% уже отрицательно относятся к данной возможности. И, конечно же, не порадовал результат о том, что 50% родителей вообще не ответили. То есть они не сформулировали ни отношения, ни опасений по поводу инклюзивного образования. То есть для них это очень тёмный лес пока. И, в общем-то, ситуация такая неопределённая. Ну и очень тоже кратко поясню, значит, что больше всего, какие опасения... Ой, две минутки. Значит, какие опасения у родителей и младших школьников? Это освоение учебной программы, а у дошкольников и подростков отношение учителя в большей степени волнует. Ну и, конечно же, родители детей, имеющих младших школьников с нарушениями интеллекта. Значит, говорят об опасениях освоения детьми учебной программы и обеспокоенные отношениями других детей. Пропустим. Хотелось бы, однако, отметить, что всё-таки ресурсные аспекты присутствуют. То есть родители младших школьников, например, хотели бы участвовать на учебных занятиях, присутствовать на учебных занятиях, не на всех, конечно, да, но получать, для того, чтобы получить возможность помощи для ребёнка дома. Кроме того, у нас была группа родителей, и хочу отметить, что это родители как раз детей с расстройством аутистического спектра, они готовы были делиться собственным опытом по взаимодействию с ребёнком, то есть передавать свой опыт учителям. И почему так произошло? Потому что у нас эти родители входят в общественную организацию, да, и они такие более продвинутые родители, так скажем. Ну и респонденты были готовы участвовать в школьном самоуправлении не только на уровне класса, но и на уровне совета школы. Поведенческий компонент, очень быстро прокомментирую, он, конечно, и изучался достаточно опосредованно, мы заявили его, но, конечно же, у нас не было возможности наблюдать непосредственное поведение родителей, да, и мы решили определить развитость, ну или сформированность, правильно сказать, некоторых черт, качеств личности, которые могут влиять на формирование взаимодействия участников образовательного процесса. Это были такие качества, как эмпатия, коммуникативная толерантность и ведущий тип межличностного взаимодействия. Здесь очень быстро покажу. Значит, смотрите, по уровню эмпатии. Вот здесь уже говорилось и у предыдущих выступающих о том, что люди не очень хорошо-то понимают друг друга, да, и не очень, может быть, стремятся к этому. Так вот оказалось, что практически неважно, какие у нас группы родителей, очень похожи между собой, у них уровень эмпатии у всех. Высокого нет, выше среднего нет. Есть среднее, а преобладает заниженной. Если мы говорим, ну, здесь не буду уже комментировать, нет времени, по показателям коммуникативной толерантности. Родители детей с типичным развитием младших школьников вообще показали очень низкую коммуникативную толерантность практически ко всем параметрам данной методики. То есть, ну, тоже, в общем-то, свидетельствует не очень, наверное, о трудностях в установлении контакта. Вот. Ну, и преобладающие типы межличностных отношений достаточно похожи также в группе тех и других родителей. Ну, есть небольшая разница по возрастам и по возрастам вот в группе детей, родителей детей с ОВЗ. Видите, да, выше показатели подчинённые у младших, у родителей младших школьников и у подростков. Так, ну, и выводы скажу, что всё-таки отмечена недостаточная сформированность когнитивного компонента. Мотивирующими факторами будут, я уже перечисляла это, создание условий, изменение отношения к детям с ОВЗ. И вот здесь большая проблема, потому что, когда мы включали педагога, то у них мотивирующие факторы в основном внешние. То есть, несовпадение идёт по мотивам. И часто родители затрудняются в формулировке ожиданий, то есть мотивация такая очень неконкретная присутствует. Дима, ну, всё, всё. Вопрос пока, готовьте руки свои, чтобы мы могли дать микрофон. Но вот вопрос для меня остался пока непонятный. Скажите, пожалуйста, а знали ли родители, что такое инклюзия? Нет. То есть мы целенаправленно, поскольку, то есть мы целенаправленно не давали никакой информации. У нас цель-то была как раз понять на данный момент, вот в связи с тем, что уже есть закон, что уже введены курсы, что родителям предлагается такая возможность пойти в инклюзивное образование. А что они об этом знают, и что они, как они к этому относятся, и чем они мотивированы. И мотивированы ли вообще. Каспорт. Скажите, пожалуйста, на печатание заработало? Заканчивается, вот в 2017 году заканчивается проект и будет... А тезисом сборника конференции? Да, есть, да. То есть есть тезисы сборника конференции, можно познакомиться с этим исследованием по-клубже поехали посмотреть. Так как сборник конференции весь будет залит в РИНС, российский импульс научного цитирования, поэтому это все будет доступно через базу и лайбрари, и в этом смысле вы можете цитировать официально и использовать эти данные. А теперь у меня к вам такая простая просьба. Вы психолог? Да. А вы можете вот в аудитории поднимите руки, кто занимается научной деятельностью? Ну, наверное, вот человек 5 или 6. И остальные занимаются практической деятельностью. Обратитесь к этой аудитории как исследователь, который владеет данными прародителей, приходящих сегодня в инклюзию. Дайте нам рекомендации относительно практической значимости ваших научных данных. Потому что научным языком это правильно в университете говорить, но еще очень важно быть эффективным. Нам крайне важно сегодня понять, как работать с родителями, которые приходят в инклюзивную среду. И что с ними происходит, если они в дошкольном возрасте, когда их ребенок, они верят в инклюзию, а в начальной школе уже в нее не верят. Что такое мы не делаем? Дайте нам рекомендации по работе с такими родителями. Я постараюсь, конечно. Но очень коротко, но это важно. Потому что я вижу, что у вас есть что сказать. Ну, во-первых, конечно, мы должны дать элементарное знание этим родителям. И, наверное, это должно быть... Знание о чем? Знание об инклюзии. Значит, об инклюзии, что это такое? Основные определения инклюзии, образовательные потребности, особые образовательные потребности, условия, адаптированные программы, варианты, итоги обучения. То есть, все, что касается просветительской деятельности с родителями, школа тоже должна это делать. То есть, она не просто должна рассказывать про инклюзию, но еще и делать инклюзию. Конечно, да. Я думаю, что даже это должно быть скорее до школы, потому что они в школу должны прийти уже с представлением о том, что их здесь ждет, и чтобы они могли сознательно выбирать, они куда идут. Они идут в инклюзию или идут они не в инклюзию. То есть, это тоже очень важно. Я тоже прокомментирую этот момент. Я думаю, что, может быть, это очевидные вещи, но какие-то важные тезисы, резюмирующие, мы должны все равно их... Действительно, школа, позиционируя на той территории, где проживают такие дети, она должна заявлять себя и говорить, что наша философия, что наш уклад, что наша среда ориентированы на идею инклюзии. Мы поддерживаем ее своей культурой, мы поддерживаем ее своими решениями, и мы умеем ее делать, то есть, мы реализуем ее в практике. Родители сегодня выбирают путь. Они ориентируются в поле информации, делая этот выбор. Поле информации зашумлено многими разными информациями, средствами массовой информации, всеми остальными потоками. Школа должна здесь говорить про себя. Тогда родители поймут, в какую школу они своего ребенка приводят. Вот я сейчас была в ночь на отвлечься, разбирали очень интересный случай, когда родители требуют снять директора, потому что они не хотят вводить в школу, в своего ребенка, в инклюзивную школу. Возникает вопрос, а когда они выбирают в школу, они на что ориентируются? В этом смысле это очень важная задачка. Именно позиционировать и просвещать, сколько же родители выбрали эту школу. Что еще? Ну и, конечно, вот хотелось бы, чтобы родители действительно были включены в психолого-педагогическое сопровождение. И тоже об этом люди, которые до меня выступают. С какими функциями? А вот я бы хотела к предыдущим докладчикам обратиться. Во-первых, с людьми надо говорить. То есть нужно, опять же, человеку объяснять, что будет с его ребенком, что мы хотим получить от родителей, какую помощь, какие мы к ним требования предъявляем. То есть для него должно быть все очень просто и понятно в требованиях школьных к обучению. Но позиция у родителей не такая, как вы означаете. И при этом должно быть, конечно, партнерское обязательно сотрудничество. мы должны разговаривать. Это верно. Мало того, родители не просто наши друзья, с которыми надо говорить и разговаривать. Нет. Родители ответственные взрослые в образовательной организации. Они отвечают своей мере и они согласуют сегодня ставить свою личную подпись и под адаптированной образовательной программой. В законе написано при согласии родителей. И это не устное согласие, это письменное официальное согласие взрослых людей, которые отвечают за этого ребенка перед законом. В этом смысле индивидуальный учебный план, адаптированная образовательная программа, все решения, они подписывают и рекомендации ПМПХ, от них зависит сегодня, придут ли эти рекомендации в образовательную организацию, и в какую образовательную организацию они вообще придут, потому что это родители принимают это решение. У родителей своя родительская ответственность, а не только права. Поэтому нужно с ними не просто говорить, а постоянно привлекать их к решению вопросов, связанных с их ребенком в школе, как взрослых, которые имеют свои обязанности. Кто-то еще очень большое? Спасибо. Спасибо вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Закриваю. Има. Закриваю. Има Юрьевна. Москва. Пробила в интернациональном повышении в рамках детско-радительской группы. Има Юрьевна. Васильева Светлана Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, кто-то из группы авторов там три докладчика заявлены? Может быть, кто-то есть, не обязательно. А, все из удачных. Так. Васильева Светлана Александровна, Кусева Евгения Альбедовна, Допашкова Ольга Александровна, Москва. Вопросы адаптации дошкольного отделения образовательной организации к работе в режиме транспортного аутистического спектра. Здравствуйте. Васильева Светлана Александровна. Удвигайте его, он двигается. Спасибо большое. Координатор по инклюзии в БОУ-школу 21-16 педагог-психолог Осева Евгения Алиговна. Мы представляем достаточно большой образовательный комплекс, который комплексом стал три года назад. В нашем комплексе шесть детских садов и три школы. Поэтому, когда мы в комплексе сливились, при статистике 1 на 88, было бы странно, если бы не оказалось в нашем образовательном комплексе детей с расстройством аутистического спектра. И перед нами встал вопрос, оставляем или мы отправляем в центры, там, сетевое взаимодействие и так далее. И, в общем, администрация отреагировала достаточно позитивно, сказала, оставляем. Работаем мы в этом направлении? Ну, действительно, этот вопрос возникает, потому что для того, чтобы начать с такими детьми работать, нужно создать условия. И про это вот сейчас Светлана Владимировна говорила. И, собственно говоря, тема нашего доклада именно такая, да? Когда, вот смотрите, у нас было 4 ребенка, да, и они собрались в одном детском саду. И вот в нашей ситуации как раз возникла именно такая история с полушками и квадратными отверстиями, когда специалисты-коррекционщики сказали, мы умеем работать с этими детьми и собрали этих 4-х человек в один детский сад. Но, как выяснилось, как выяснилось, система была на тот момент абсолютно не готова и не готов был детский сад. Потому что коррекционщики это чаще всего знают, что делать, они умеют работать с литературой, могут найти свой ТБИ-подход и так далее, да? Ну, что говорить про педагогов, что говорить про сами условия пребывания детей. Вот. И поэтому мы поставили сегодня цель вот раскрыть наши особенности нашего этого пути, что мы сделали для того, чтобы через 3 года можно было сказать, что наше образовательное учреждение, наше дошкольное отделение стало готово принять таких детей. Вот сейчас немножко такая будет вот теоретическая часть расскажет наш педагог-психолог, да? А дальше у нас 7-минутный ролик, где вот основные моменты как раз продемонстрированы. Здравствуйте еще раз. Сегодня мы говорим, мы сегодня рассматриваем тему с другой стороны, не о том, как приспособить детей сразу к нашим школам, к нашим садам, к нашему обществу, а как нам самим приспособиться к тому, чтобы их принять в наше общество, в наше образовательное учреждение. Вот мы выделили, мы выделили три основных аспекта, которые мы должны у себя проанализировать, это работать, прежде чем быть готовыми работать с детьми сразу. Первое, это подготовка детско-родительского сообщества, чтобы и дети были готовы к тому, что у них будут обучаться детки, необычные, непривычные для них, и чтобы родители понимали, что к ним в группу придут дети с особенностями, к ним нужно определенное отношение, внимательное. Подготовка коллектива педагогического тоже важный аспект, поскольку здесь возникают очень новые, очень необычные дела, которые мы должны продолжать. Ну и все это будет базироваться на подготовке самого образовательного учреждения, его ресурсов, его среды образовательные, то есть здесь уже административные механизмы включаются. Мы не будем подробно рассматривать каждый из этих слов, я прошу внимание на то, с чем у нас возникли проблемы, на то, что вот особенно, о чем мы редко задумываемся, не столкнувшись на конкретной ситуации. Мы говорим об адаптации образовательного учреждения, и здесь важно обеспечить среду и для детей с аутистическими расстройствами. Необходима организация ресурсных сон, ресурсных комнат, где они смогут адаптироваться, где будут провалиться более маленькие группы занятия. Здесь также важно привлечение дополнительных специалистов, дефектологов и тьютеров в первую очередь, то есть обычных педагогов будет не хватать в привлечении учреждения при работе с детками. Здесь также важно создание ППК. в школе, который будет проводить именно документальное сопровождение для разработки ИО, АО и дальнейшее мониторинге и сопровождение всего процесса обучения ребенка в школе, детском саду. Давай дальше. Когда мы говорим об адаптации педагогов, ну, помимо обучения, это всем понятно, что педагоги должны обучаться новым технологиям, проходить какие-то курсы по работе с детьми с ОВСС, СРАС. Здесь важным аспектом является то, что при появлении детей СРАС, при появлении тьютерского сопровождения педагоги начинают работать в режиме за стеклом. И к этому педагогам нужно быть готовым. Вот конкретно на примере нашего детского сада у нас, я поясню, конкретно на примере нашего детского сада у нас на данный момент 5 человек, детишек, четверо раз и один ОВС к другому диагнозу, посещают детский сад сопровождение родителя или няни, которую плачут родители. То есть, ну, как бы у нас то есть, это детский сад ребенок приходит вместе с родителем в группы на групповые занятия, институально-коррекционные проводят специалисты в институальном порядке. То есть, основная вот в этой ситуации то, что педагоги, работая в группах, как они привыкли работать, они вынуждены ориентироваться на то, чтобы в группе практически постоянно присутствует родитель ребенка сразу, сопровождая своего ребенка, помогая им включаться в какие-то коллективные игры, в коллективные виды деятельности, в том числе на праздниках присутствуют. К этому педагогу нужно тоже подготавливать в первую очередь морально, эмоционально, это тяжелая нагрузка. Ну и подготовка родительского детского коллектива, да, она заключается в том, что мы формируем толерантные отношения к детям с ОВЗ, к детям с РАС и в принципе к другим категориям всевозможным. Мы не должны вот в этом плане у нас последним пунктом стоит организация благотворительных ярмарных фестивалей. Мы постепляли это умышленно, поскольку если мы будем говорить о толерантности только к детям, в СОВЗ только к детям РАС, мы на них заостряем внимание и тоже не всегда это получается в благоприятном свете. Если же мы будем организовывать какие-то выставки, ярмарки, говоря о том, что мы будем сегодня помогать пожилым людям, пожилым подъедам, да, или бездомным собакам-кошкам, мы формируем толерантное отношение в принципе к тем, кому требуется особое внимание, да, к ИГО-х. Не только конкретно к детям с РАС в своих прохождении. Вот это мы считаем важно. Ну и здесь ждет целенаправленная работа с родителями, поскольку очень часто возникают у родителей вопросы, вот как вы нам уже сказали, да, вот у нас тоже бывают ситуации, когда родители вдруг в середине года говорят, что мы не хотим посещать группу с инклюзией. Для нас это неудобно. Вот эти вопросы должны решаться то-то, как-то прорабатывать то-то, как к нам попадают такие дети. Спасибо. Ну и теперь закинуем. У нас будет большая просьба, мы сняли ролик на детях, которые посещают наш детский сад. Родители этих детей разрешение на съемку, на показ сегодня дали, но разрешение транслировать это куда-то еще у нас, естественно, нет. Поэтому огромная просьба не снимать, не фотографировать наш видеоролик. То есть он только такой учебно-указательный, чтобы посмотреть, как это организовано в нашем детском саду. только звук, да? Ну вот звук-то у нас как раз есть, у нас нет видео. Здесь, наверное, вопрос вот по поводу сопровождения. Евгения Олеговна сказала, действительно, у нас в саду есть, потому что будут задавать вопрос, у нас в саду есть два театра наших, на 9 детей их хватает, но возникают ситуации, когда родители просят, чтобы сопровождалась, например, прокурка, у них есть няня, у них есть ну, либо бабушки, либо кто-то. И в таком случае у нас родители пишут заявление, что прошу разрешить сопровождать моего ребенка, вот, на основании того, что он является ребенком-инвалидом, и приносит нам обязательно копию медицинской книжки, то есть это у нас обязательное условие. И если это посторонний человек приходит, а не сам родитель, да, вот, то обязательно наличие справки о педагогическом образовании, то есть вот это мы сделали обязательно. Отказать мы и в этом действительно не можем, да, поэтому воспитатель проходил достаточно сложный процесс, чтобы смириться с тем, чтобы посторонние люди присутствовали. Да. Есть? Индивидуальные расписания у каждого ребенка действительно индивидуальный график, который отражает то количество времени, которое он будет проходить, находиться в ресурсной группе. Либо это частичная инклюзия, либо это полная инклюзия. На данный момент в ресурсной группе из девяти детей есть только один ребенок, который из нее выйти не может. Все остальные дети режимные моменты прописываются, что он будет делать с наркотипичными сверстниками, что в ресурсной группе. В ресурсной группе обязательно проходят занятия психолога с наркотипичными детьми. Если по образовательному комплексу у нас не во всех садах сохранились ставки психологов, то в нашем саду психолог работает не только с детьми с ОВЗ, но и обязательно с наркотипичными сверстниками в группах. Потому что без этого ничего не выстроится. Детям нужно произвольность формировать ценнооправленно, потому что, конечно, присутствие ребенка с ОВЗ в группе с нежелательными поведениями детей сильно отвлекает. Это было, есть и будет. И они должны учиться, в общем, быть замотивированы на то, чтобы заниматься, несмотря на то, что кто-то может привлечь свое внимание педагогов больше, чем они. в группах и в группах тоже у нас сделаны уголки уединения. Это зона помимо кабинетов, она так отделена, чтобы могли там работать либо тьютер, либо учитель логопед туда приходит, потому что в соседнем кабинетах работают дефектологи, психологи. Стульчик, на котором делают паузу, там обозначен значком, когда ребенок очень подвижен, активен, да, или может быть повестка в нежелательном поведении. Вот здесь же видео не попало, в этом же зале у нас стоят две кроватки для детей, которые не могут в тихий час спать в группе, у нас есть возможность уложить спать в ресурсном пространстве. Коллеги, по-моему, из Астров, они говорили, что мы постепенно создаем вот эти условия, проводим подгрупповые занятия, куда приглашаем нормотипичных детей, да, чтобы каждый из них не только нормотипичный, не только с аутизмом, но и нормотипичный ребята смогли пройти вот этот постепенно процесс включения в группу. Молодец! 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 Мы делаем в каждом кабинете и большинство пособий делаем сами в результате, потому что не подходит то размер, то форма, ну, в общем, в любом случае под каждого ребенка приходится материал подбирать индивидуально. мы сейчас дальше попадем в группу, да, и вот вы там видите распределение под центром активности, где у нас в саду запущена программа открытия, да, сейчас это про игра Юдиной, вот она очень хорошо как раз легла наша образовательная программа, там как раз предполагается большое включение родителей, да, и центры активности как раз для людей, для деток сразу, как раз программа эта образовательная оказалась очень удобной. У нас получился симбиоз. Вот эта работа ведется целенаправленно, действительно, быть добрыми, человеколюбимыми надо учить. Толеранта просто так не появляется. Вот. Опытом обмениваемся, приглашаем, учим, потому что в результате получается, что к нам в сад пошли дети, и мы не все детей уже можем, так как есть санпины, да, требования, и есть вот это соотношение, естественно, 10% от естественного количества инвалидов в обществе, да, поэтому мы учим коллег из других садов, плюс готовим учителей к тому, что эти дети останутся в нашем образовательном комплексе, и в следующем году уже первые ребята пойдут в режиме инклюзии в классы. Не обязательно пришли к включению детей в праздники, при этом опять же столкнулись и проблема, что вот я как координатор по инклюзии проговариваю с музыкальным руководителем и тьютерами полностью все сюжеты праздников, все сценарии, да, потому что, как оказалось, ребенок с ОВС может нарушить весь рисунок тщательно выстраиваемого праздника, и при этом, при этом, мы, конечно, ребенок сделали хорошо, но родители наркотипичных сверстников, они говорят, что мы не хотим, мы хотим, чтобы все было как положено, и каждый ребенок выступил, да, и все станцевали, поэтому вот это очень кропотливая работа, чтобы таких детей включить. Большое спасибо. Спасибо большое. Есть вопросы, пожалуйста, поднимите руки, чтобы можно было дать микрофон, без микрофона не слышно вас. Горбитова Ульянов, скажите, спасибо огромное за вашу работу, такую трудоемкую деятельность, тяжелую работу, но получающую, приносящую результаты. Вот я по слайдам, по презентации, уточни, уточнение. У вас есть такая фраза, создание ООУ школьного ППК. Что такое ППК? И он, кроме, то есть, что такое ППК? Психологопедагогический консилиум, образовательная организация. Образовательная организация, он у вас один, и на дошкольное учреждение, или у вас есть? Да, у нас один психологопедагогический консилиум, с закрепленным составом консилиума, да, и объем работы выполняется действительно огромной навязкой. И группы, и школьные специалисты, и дошкольные. И дошкольные, Мы уже не делимся на школьных и дошкольных специалистов, мы специалисты комплекса. Здравствуйте еще раз, представитель Шоу Марии Николаевны, город Москва. Спасибо вам огромное за ваш доклад, очень содержать, интересно. У меня по вопросу, как у Ратова будут люди, скажите, пожалуйста, вы говорите о преемственности, это очень здорово, что ваши дети из вашего дошкольного учреждения переходят в школьное, а вот если говорить о готовности учителей школьного отделения, каким образом вы с ними взаимодействуете? Есть ли у вас какие-то анкеты или опросники о том, чтобы понять, готовы ли школьное отделение, готовы ли учителя принять таких детей, детей с УВЗ и детей с УВЗ и детей с УВЗ в частности? Вот за три года работы у нас выявлена достаточно такая инициативная, активная группа учителей, мы поняли, что действительно они уже могут, они настроены и у них вот философия уже эта в крови, да, и есть, мы даже условно так делим учителей, да, на какие-то группы для себя, есть те, кто готов, но у нас, надо начать с того, что у нас ГППЦ в прошлом году учил учителей, и они учат очень хорошо, потому что они ломают мышление, потому что они рассказывают не о том, что вот, если вы начнете работать, к вам дети придут, они говорят, к вам дети придут, так работает закон, потому что первый год, когда ходила я, конечно, это все слышали, ну, им казалось, что вот мы оправдываем свои ставки, у нас была такая ситуация, но после того, как прошел ГППЦ, вот, вопросы, в общем-то, снились, то есть должна быть такая административная воля сверху. А у вас, существуют ли какие-то анкеты для пояса, чтобы снять средства, понять, готовы ли учитывать данное образовательное учреждение, потому что им будут инклюзированы. Опросники проводятся систематически, да, вот, и даже интересно, у нас Любаков фонд в свое время делал работу исследовательскую, да, вот этот вот вопрос инклюзии детей с УВЗ у учителей, он оказался самым животрепешившим, потому что вот эта фокус-группа, вся форум сказала, что их волнует, поэтому мы практически ежемесячно с ними встречаемся, мы, в общем, на их вопросы отвечаем, у нас вот сейчас будет создан онлайн-консультирование, потому что, может быть, сейчас последнее анкетирование, которое мы сделали, да, у нас есть свое, вот это вот веб-пространство, да, мы туда отправили анкеты, да, и вот один из вопросов было сформулировать ту проблему, которая вас волнует именно сегодня, на которую вам нужно дать срочный ответ. Вот эти мы сейчас планируем в онлайн-пространство выкладывать вот эти вот ответы, для учителей. Работаем активно с ними. Сложно. Спасибо большое. Еще один вопрос, вот рука справа, да, передайте микрогон, и закончим. Знаете, все здорово, кроме адаптации учителей, я против такой формулировки. Если интересно, могу пояснить точку. Да. Да. Еще не очень понятно, зачем родители по-саму. Ну вот у меня два комментария по поводу того, что на сегодняшний момент какие-то курсы не пройдут, курсы должны быть четко, практико ориентированы на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня формат курса повышения квалификации меняется, сейчас мы уже не уговариваем про эксклюзию, мы сейчас даем те технологии, которые действительно пригодятся специалистам, которые будут работать. Это первая история, и вторая история, которая меня немножко смущает. Все же педагог, тьютор и родитель сопровождающий это несколько разные вещи. И зная разные понятия, да, спасибо большое, зная, что родителю и достаточно тяжело, да, достаточно тяжело, если он будет безоткрывно сопровождать ребенка во-первых, мы утяжеляем его жизнь, это первое, потому что он имеет право на личное злооправданство и личное, это психология, да, и вторая история, конечно, задача инклюзии расширить, расширить ту сферу, которая есть в общении у ребенка, и при сопровождении родителя мы, наоборот, не способствуем расширить. И, конечно, здесь очень тонкий вопрос, это как раз про фьюторское сопровождение образовательных организаций, где нужно очень четко продумывать, сколько, каким образом и как, да, это про фьютора. Ну вот ссылаются на 10-15, по дошколке-то не прописано, 10-15 это один на шесть детей, поэтому у нас два на девять, и, в общем, это считается достаточно хорошее количество, в других садах и этого нет. от одного до шести. Ваш вопрос и заканчиваем это. Воскресенье, область на образование Скорбея Николаевна, благодарю вас о докладе, действительно, очень интересный опыт, и хочется обратиться к вам за теми наработками, которые есть. В вашем докладе прозвучала формулировка ресурсная группа. Прокомментируйтесь, пожалуйста, на подлинное обеспечение, как вы уже говорили. Нет, там не было формулировки ресурсная группа, может быть, была кого-то. Ресурсная зона это пространство, в котором созданы условия для того, чтобы можно было с ребенком заниматься, можно было бы его забрать из обычной группы и провести с ним какие-то мероприятия и так далее. Спасибо большое. Как-то слово следующим участникам. Курешова Лидина Игоревна, Беларат Курешова. Москва. Сходство, различия и точки соприкосновения технологии прикладного поведенческого анализа и деятельностного подхода в процессе обучения людей с расстройками аутистического скетра. Здравствуйте. Получно? Без присутствия. Сейчас я шуру. Вперед. Да. Понятно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы бы хотели... Микрофон, микрофон, потому что... Сегодня мы бы хотели немножко поговорить о двух таких совсем не похожих на первый взгляд направлениях к коллекции и реабилитации детей с расстройством аутистического спектра и детей с УВЗ вообще. Это прикладный поведенческий анализ и деятельностный подход. Ну и немножко рассказать о наших изысканиях научных на эту тему. Мы в первую очередь решили немножко поговорить на эту тему, потому что сейчас в московских реалиях это точно происходит. Постоянные столкновения, постоянные батлы между дефектологами старой школы и поведенческими аналитиками. все пытаются друг другу доказать, что они лучше и могут существовать друг без друга. И эти бесконечно происходят бои никем не регламентированные. Вот мы решили с Рене Игореваной их зарегламентировать эти бои. Да. Ну таким образом начнем мы с определений. Я думаю, что мы не будем зачитывать то, что написано на слайдах для того, чтобы сэкономить время, потому что в конце хотелось бы побольше времени чуть-чуть уделить именно практическому протоколу, разработанному нами для подгрупповой работы. это так. Следующий момент это собственно немножко истории. Мы можем увидеть с вами, что история по хронологии очень близка. Это приблизительно один и тот же период времени. Это весь 20 век. И здесь в России тогда еще в Советском Союзе все началось. И за рубежом параллельно разрабатываются два этих подхода. Один подход как наука, другой как большая теория. Философия, да. Философия, да. А что из них как наука, как философия? Прикладно поведенческий анализ. Это научная отрасль, деятельность. Деятельность подход это психологическая школа или философия. Вау. Да. Тут остановимся. Давайте. Тут остановимся. Я протестую, что называется. Продолжайте дальше, но протест официально. Хорошо. Ну, давайте. Значит, здесь предъявлен слайд структуры деятельности. Он очень поверхностный, не глубокий. Выглядит формально как структура любой деятельности, неважно какое это, эмоциональное общение с взрослым, игровая деятельность, учебная или трудовая. Структура приблизительно везде сходная, трехкомпонентная. Это управление, исполнение и контроль. Вы все об этом знаете. И самое главное, что мы будем в дальнейшем обсуждать, это вопрос мотивации, которая в деятельностном подходе имеет колоссальное значение, ну и в прикладном анализе поведения тоже. Здесь представлены два вида поведенческих последовательностей, ну и их необходимо с ними необходимо ознакомиться для того, чтобы понимать вообще, каким образом работают законы поведения, на чем, собственно, строится вообще этот подход. Мы имеем предшествующие факторы, которые формируют поведение, влияют на поведение, само поведение и последствия, которые тоже влияют на поведение, на будущее поведение, либо частота этого поведения возрастает, либо снижается. И четырехчленная поведенческая последовательность, представленная ниже, в которой еще присутствуют мотивационные условия. Мотивационные условия – это среды, условия, которые, собственно, два фактора формируют. Они увеличивают значение, ценность мотивационного стимула и увеличивают частоту поведения. И вот, собственно, на этом слайде, как раз представлен подход к пониманию мотивации запод tripod поведенческом анализе и деятельственном подходе может быть опять будут возникать протесты, но в деятельственном подходе вся мотивация должна быть исключительно внутренней, но внутренней не внутри человека, как это может быть в прикладном анализе поведения, а внутренней внутри деятельности. То есть мотив ведет всю деятельность до достижения цели. И с точки зрения коррекции и реабилитации детей с рас, это одно из самых сложных мест в использовании деятельностного подхода, потому что найти в той деятельности, которую мы считаем актуальной и значимой, в которой нам нужно работать с ребенком, его личный мотив, опираясь на его потребности, это филигранная, просто такая ювелирная, Да, и в связи с тем, что в прикладном поведенческом анализе, как диктует нам кодекс поведенческих аналитиков, мы должны в обязательном порядке в первую очередь брать в работу функциональные навыки, не всегда эти функциональные навыки мотивационны для ребенка. Поэтому в прикладном поведенческом анализе допускается использование, ну, так называемой сторонней мотивации, то есть мотивации, не связанные, собственно, непосредственно с обучаемым навыком. Это когда мы после выполненного задания ребенок получают какой-то приз, игрушку или что-нибудь. Ну, еще из таких важных моментов, что в деятельственном подходе работает принцип запрета давать готовые знания, ребенку все время предлагается наметить свои стратегии самостоятельно, насколько это возможно. Поэтому очень важно использовать косвенные ситуации и косвенные инструкции, а не прямые руководящие инструкции. Да, и здесь аналогичная совершенно история, это те самые мотивационные условия, о которых я уже сказала. То есть, или метод случайного обучения, это один из методов прикладного поведенческого анализа, в котором педагог, собственно, формирует те самые условия, в которых будет это поведение формироваться. И это как раз точка полного соприкосновения. Метод случайного обучения, можно сказать, что он равен деятельностному подходу. Да, здесь это абсолютно так. Перед нами модель формирования очень простого базового навыка, не очень имеющего отношения ни к дошкольному образованию, ни к школьному. Мы хотели показать базовые принципы, поэтому взяли навык очень ранний. Навык отпускания предмета, который в антогенезе формируется в первые 2-3 недели. И мы можем посмотреть, что если мы будем рассматривать с точки зрения деятельностного подхода, то первая ячейка, это будет просто рефлекс хватательный, который нам биологически заложен. Если его нет, то навык отпускания игрушки с точки зрения деятельностного подхода сформироваться он не может. Нам нужен на что-то опереться, нужен биологический рефлекс. Почему с точки зрения деятельностного подхода ребенок отпускает предмет? У него устают мышцы и он случайно разжимает предмет. Первый раз это происходит совершенно случайно, а может быть не первый, а несколько первых раз. И для того, чтобы это стало навыком отпускания предмета, те последствия, которые идут после того, как ребенок выпустил предмет, должны очень понравиться малышу. Что это за последствия, мы можем только предполагать. Это некое измененное изменение восприятия в целом, может быть звук падающего предмета, может быть ребенку было приятно, что у него рука ощутила, просто перестала быть горячая, стала прохладной, потому что предмет выпал и касается воздуха. Какие-то изменения восприятия произошли, если они для ребенка комфортны, приятны, они становятся его целью и в ту же очередь и мотивацией. Он хочет отпускать предметы, поэтому благодаря рефлексу он предмет захватывает и уже осознанно его выпускает, чтобы предмет выпал. Но с точки зрения поведенческого анализа, всю эту цепочку можно разложить, соответственно, именно с точки зрения анализа поведения, бросать игрушку, бросать погремушку, что это поведение усилило, почему оно, собственно, частота его увеличилась, почему оно сформировалось. Потому что были определенные мотивационные факторы, мотивационные стимулы, которые действительно ребенку понравились, оказались для него значимыми и посредством этого поведения это будет возрастать. Вот и все. Поэтому это абсолютно... На этой модели мы видим, что подход абсолютно идентичен. Просто разная терминология. И здесь аналогичная история. Здесь нет предшествующих факторов, потому что поведение, если рассматривать с точки зрения прикладного поведенческого анализа, то лебедь, это поведение, которое имеет автоматическое усиление, то есть без предшествующих факторов, оно изнутри усиливается, скажем так. Поэтому здесь всего два фактора. Да, и при сохранном слухе лепед запускается автоматически. Это моторная тренировка. И рождение первого слова из лепета «ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма» в антогенезе просто происходит в результате подкрепления. Абсолютно. На этот лепет не будет подходить человек. Нет, на самом деле, если на этот лепет будет зажигаться лампочка, и лампочка будет нравиться ребенку, он тоже будет говорить «мама» и будет называть мамой лампочку. Но просто в реальной жизни все происходит немножко иначе. В реальной жизни на обычный лепет «ма-ма-ма-ма» радуется очень сильно, а когда она слышит «ма-ма-ма-ма», степень безумства зашкаливает. Она безумно счастлива, она улыбается, она хватает ребенку на руки и фиксирует. И подкрепляется, и частота этого поведения в дальнейшем возрастает. Таким образом, у нас сформировался вопрос. Да, значит, если мы бы подольше остановились на структуре деятельности и почитали, что в третьем контролирующем блоке очень большое значение имеет рефлексия, еще даже 30 лет назад все говорили, что рефлексия может быть только в учебной деятельности, и никто не говорил про рефлексию в игровой. Сейчас уже очень много исследований о том, что у дошкольников тоже есть рефлексия. Она в незначительной степени когнитивная, в большей степени она эмоциональная. Но на самом деле, если мы рассматриваем любую деятельность в ее структуре, базовые зачатки механизмов, которые в конечном итоге вырастут в полноценную рефлексию, есть с самого начала. И вот у нас вопрос. Является ли рефлексия поведением? В прикладном поведенческом анализе существуют такие термины, как самонаблюдение и самооценивание. Здесь необходимо отметить, что прикладной поведенческий анализ считает поведением только то, что можно наблюдать, измерить и посчитать. Поэтому самонаблюдение и самооценивание – это парадигма прикладного поведенческого анализа, вещи, которые тоже поддаются измерению, когда человек способен сам наблюдать свое собственное поведение и фиксировать его. Вот я считаю, что это очень важный момент. Если будут исследования какие-то в этой области, и поведенческий анализ научится считать рефлексию, то тогда можно сказать, что мы сравнялись. Здесь необходимо сказать про основные два закона поведенческого анализа – закон подкрепления и закон наказания, которые действуют абсолютно на всех одинаково. Почему очень много споров среди дефектологов возникает на тему того, что не для всех это работает и так далее. Здесь важно разделять законы поведения и методики изменения поведения. Это вещи, которые одной из другого вытекают, но все-таки это не одно и то же. Вот закон подкрепления и закон наказания говорит нам о том, что любое поведение, которое подкрепляется, частота его увеличивается, и любое поведение, которое газится, частота его снижается. Но методики изменения поведения, они разнообразны, их очень много на основе именно этих законов. И они подбираются строго индивидуально, и действительно, какие-то могут для кого-то быть не особенно эффективны, и наоборот. Это три базовых теории, которые существуют в деятельностном подходе, развивающие обучение, периодизация психического развития и теория формирования перцептивных действий. Ну, собственно, здесь мы не будем тогда останавливаться на этих слайдах, сразу пойдем до нашего протокола. Собственно, это термины самоконтроль, которые существуют и в прикладном поведенческом анализе, и в деятельностном подходе. Здесь вы можете увидеть разницу. Чувства и мысли, которые в парадигме прикладного поведенческого анализа именуются личными событиями. И, собственно, из этого у нас возник вопрос, является ли воля и произвольность поведения. Ну, отсюда тот же самый вывод, что необходимо, конечно, в этом направлении двигаться в плане исследований, изучать этот момент, потому что это тоже могло бы, собственно, привести к... Главное научиться это считать. Да, научиться это считать. На этом слайде вы можете увидеть преимущества того и другого подхода. Тоже не будем подробно останавливаться. Особенности этих подходов, как мы уже сказали, то, что в прикладном поведенческом анализе это рассматривается только то, что возможно наблюдать, изменить, посчитать. Из этого вопрос, являются ли особенности ограничения для этих двух подходов. Ну, и, собственно, здесь вы можете увидеть пример протокола, который родился для подгруппы из двух детей, дети с расстройственно-антехнического спектра. Один ребенок с легкой степенью устной остальностью, другой с выраженной интеллектуальной недостаточностью. И вот таким образом строилась работа. Протокол построен полностью на принципах поведенческого анализа, но с использованием деятельностного подхода. Оба ребенка включены в самостоятельную, целенаправленную деятельность, образовательную. Работают в паре с разными задачами. Таких протоколов много, он не один. Это просто базовый пример. Мы закончим. Спасибо большое. Вопросы Анна Дмитриевна. Пожалуйста, вот, что послужило, вернее, как вы смогли сравнить два несравнимых, две несравнимых категории? Что у вас шире, поведение или деятельность? Нам сложно ответить на то, что мы представители, собственно, двух этих... Интропометрических данных сейчас шире я, но я похудею. Я не знаю, что вы осознаете. Теперь второй вопрос. Можно ли сравнивать подход и целое направление? Ну, вот на ваш взгляд. Я думаю, на наш взгляд, это все первый шаг к тому, чтобы примирить вот эти вот две вещи. Понимаете? Без этого мы не сможем, потому что только в комплексном подходе к реабилитации и коррекции наше, как бы, будущее. И третий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот этот протокол, он для кого, какую цель несет и на какой результат работает этот? Это протокол для детей, которые обучаются в общеобразовательной школе, в условиях инклюзии. Это дети с расстройством аутистического спектра. Один из детей с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, другой с выраженной степенью. И, собственно, в рамках трудового обучения, одному ребенку 13 лет, другому 11, вот сложилась такая подгруппа. Для того, чтобы реализовать полноценно работу в группе, собственно, ну, такой вот протокол родился. Я могу высказать свою книгу? Мне очень жалко идти по протоколу. А вы прочитали протокол? Спасибо большое, коллеги. Я позволю всю же дискуссию прервать. Спасибо вам большое, потому что у нас еще два выступления, мы не укладываемся в рекламу. Как только вы входите в поле методологии, а разговор о любом подходе научном, это поле методологических споров и дискуссий. Тем более вы взяли на себя очень амбициозную задачу сравнить бихевериальный подход и культурно-экспортическую школу. И в этом отношении вы попадаете сразу же, вы попадаете в сферу научной дискуссии. Поэтому я думаю, что сегодня этот доклад не напрасен, не случайен, он действительно продуман, потому что аудитория не может дискутировать относительно изложенных тезисов. Это практико-ориентированная конференция. В этом смысле и я к вам очень тогранна, потому что вы не в том месте и не для тех рассказываете все то, что вы рассказали, где вы можете получить ответ. И я поэтому вас не буду трогать и никаких вопросов вам задавать. А у меня к вам один взрослый совет. Если вы работаете, а амбиции ваши это работа в научном поле, делайте научную публикацию и закрепляйте свое банковство за каждым словом, которое будет написано и издано как научная публикация. Тогда вы попадете в поле научного дискурса и обогатите свои знания. Спасибо большое. Я думаю, что это сегодняшняя презентация, это первый шаг на этом пути. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И далее мы приглашаем... Научная карьера, ты здесь. Подошла? Да. Приглашаем Калининграду, город Новослав, коммуникативная группа как модель уроков по социальной коммуникации. Очень хорошо, прямо индивидуально. Приглашаем Калининграду, город Новослав, коммуникации. Они традиционно друг с другом связаны. Не бывает практика без науки, а наука служит только тому, чтобы практика реализовала более эффективно. И, конечно, под каждую теорию, под каждый прием метод, технологии всегда должна четко быть провожена история науки, для того чтобы показать, что эта практика будет действительно эффективна. Поэтому, конечно же, мы всегда глубоко копаем на науку только для того, чтобы сделать эффективную практику. Я Малышева Дарья Игоревна, я представляю школу номер 1465 и Центр проблем аутизма. Собственно говоря, я расскажу про одну конкретную коммуникативную группу, которую мы создали для восьмиклассника. Да, расскажу конкретно про нашего восьмиклассника. Это восьмиклассник, молодой человек, у него стоит атипичный аутизм, у него сахарный диабет и подозрение на ОДД. Это оппозиционно вызывающее расстройство. Наш подопечный учится в нашем холдинге с 2013 года и в конце позапрошлого года по различным причинам нам пришлось его перевести в другое школьное отделение. Из негативных, нежелательных поведений у подростков можно отметить такие поведения, как негативные комментарии в адрес сверстников, также хватание сверстников, толкание, показывание языка, всевозможные кривляния, комментарии в адрес педагогов во время урока и крики. Также показывание неприличных жестов как ученикам, так и учителям. Наш подросток очень разговорчивый, он очень много разговаривает на всевозможные абсолютные темы, он очень высокого роста, у него очень громкий голос, поэтому даже когда он какой-то незначительный комментарий во время урока говорит, его очень слышно, его перебивает даже педагога. Собственно говоря, двустороннюю беседу поддерживать ему сложно, потому что по большей части он перескакивает с темы на тему. Ну и соответственно, в силу того, что его перевели в другое школьное отделение, с самого начала года мы столкнулись с огромным количеством проблем. Во-первых, это новое место, это новая школа, новые кабинеты, новые коридоры, новые педагоги. В силу того, что это все-таки холдинг, нам повезло, и пара педагогов были ему знакомы, что нам в дальнейшем очень сильно помогло. Также новые одноклассники, поскольку он не знает никого из детей в школе, а дети его в том числе и не знают, разумеется, на высокого и очень громкого парня все очень сильно реагировали. Собственно говоря, все факторы, которые возникли в силу перевода его в другое отделение, сформулировали, очень сильно повлияли на все нежелательные поведения, которые были у подростка. И мгновенно, буквально через месяц, мы получили нежелание ходить на уроки, отрицание своего возраста, всевозможные провокационные поведения во время уроков, как в адрес педагога, так и в адрес одноклассников. На момент запуска коммуникативной группы наш восьмиклассник был снят со всех уроков, и занятия у него были только коммуникативные группы и индивидуальные занятия с его тьютером. Собственно говоря, чего мы хотели добиться в первую очередь, когда создавали эти группы? Это создание среды, в которой наш восьмиклассник будет, безусловно, принят. Также это адаптация в новом школьном отделении, в который он попал. Развитие социальной коммуникации и налаживание коммуникаций на переменах. Собственно, требования к организации занятий в первую очередь, это, разумеется, договоренность со школой. Не договорившись со школой, у нас не получится сделать совершенно ничего. Нам нужно было снимать коммуникативных партнеров во время уроков, чтобы они не задерживались после уроков, чтобы у них была более высокая мотивация. Также, собственно говоря, подбор времени, да, то, о чем я уже сказала. И подбор заданий, в которых, собственно говоря, можно использовать все, что угодно, все, что вам придет в голову. То, что использовали мы, я чуть позже вам покажу. Коммуникаторы. Подбор коммуникаторов – это очень сложный процесс, потому что здесь огромное количество тонкостей, которые надо учитывать и за которыми нужно следить также в процессе самих действий коммуникативных групп. Первое, разумеется, это возраст. Собственно говоря, поскольку у нас восьмиклассник, соответственно, на коммуникативную группу мы брали детей не младше седьмого класса. То есть они должны соответствовать ему по возрасту, не сильно отличаться от него по росту, что оказалось очень сложной задачей, поскольку наш восьмиклассник выше меня на полторы головы на самом деле. Следующее – это желание детей и подростков. Первоначально в наши коммуникативные группы попали только те, кто самостоятельно согласился в них поучаствовать. То есть это были активисты, которым просто было интересно с ним пообщаться, им было интересно получить этот опыт, и эти дети, в принципе, участвуют абсолютно во всех школьных мероприятиях. Следующий характер мотивации, который вытекает из того, что я до этого сказала, большая часть коммуникаторов хотела сама туда попасть, в эти группы, им было интересно. Очень тонкий момент – это роль коммуникатора в группе сверстников. У нас был один подросток, который изначально хотел участвовать в группе, но его очень быстро пришлось исключить, потому что у него была слабая позиция в коллективе сверстников. Он такой был белой вороной. Ее постоянно комментировали, ему делали какие-то подколки, и в момент, когда наш восьмиклассник подходил к нему поздороваться на перемене, его же сверстники начинали его травить. Поэтому при подборе коммуникаторов надо очень аккуратно и общаться со всеми педагогами, чтобы узнать, нет ли какой-то проблемы в коллективе сверстников в отношении нашего будущего коммуникатора. Да, при подготовке коммуникаторов, которые мы проводили, мы рассказывали про особенности поведения нашего подростка, чего мы хотим добиться на коммуникативных группах и чего мы ждем от них. У нас была дополнительная запретная зона разговора. В нашем случае мы просили не отвечать на вопрос про возраст, соврать просили. Поскольку на начало запуска коммуникативных групп наш восьмиклассник отрицал свой возраст, он категорически был против того, что ему 15 лет, и что он восьмиклассник, и что он взрослый. Соответственно, всем нашим коммуникативным партнерам было не больше 12 лет, несмотря на то, что кому-то 16, кому-то 15. Они бодро врали и все на это дружно велись. У нас было два исключения по включению коммуникативных партнеров. Один случай называется «Вода», когда в начале учебного дня кто-то из старшеклассников баловались, дурачились, они набирали воду в туалете в рот и брызгали друг на друга в коридоре. Когда это сделал наш восьмиклассник, ему очень сильно не повезло. Он облил водой одиннадцатиклассника с очень горячим характером. Тот развернулся и попытался сразу ему в глаз дать на самом деле. Между ними произошел конфликт. Одиннадцатиклассник очень сильно на это отреагировал. Он очень зациклен на внешности и сказал, что «Ее очень призгливо, мне очень неприятно». Поэтому в дальнейшем его включили в коммуникативные группы, чтобы разведить между ними обстановку. На самом деле... Хорошо, да, когда я перехожу дальше. Собственно говоря, следующее это стимульные материалы. На этом я не буду очень сильно останавливаться, потому что это домино, стандартная социальная бродилка. Пока идет ход, можно обсудить все, что угодно. Мы запускаем по кругу от одного до другого человека. Пока каждый делает ход, можно обсудить любую тему. Можно поговорить про семью, про то, какое мы кино посмотрели и много других вариантов. Так, социальная настольная бродилка, которую мы сделали сами. Каждая ячейка на липучке, она перемещается. Это, например, ужин с семьей в парке, в магазине. Когда ты попадаешь в эту зону, ты должен сказать, как себя правильно вести в конкретном месте. Ответы были самые неожиданные, на самом деле, даже чему-то научились наши коммуникативные партнеры от нашего восьмиклассника. Парики, очки. Наш восьмиклассник очень сильно реагировал на девочку с зелеными волосами в школе. Они постоянно цеплялись, поскольку это все-таки подростковый возраст. Друг на друга нецензурно выражались, разнообразные жесты показывали. И мы собрали такое коммуникативное занятие, когда всех нарядили разнообразные, дурацкие абсолютно очки, парики страшного вида. И часть занятия мы обсуждали внешность, чего бы мы хотели, может быть, изменить в своей внешности. Может быть, мы хотим покрасить волосы, изменить цвет глаз. А другую часть занятия мы не обращали внимания на то, что все сидят в этих париках. Видео тогда я не буду показывать. Вот фото занятия, да, старшеклассники сидят, и никто никак не реагирует на внешность. Набор Гиппинрейтер. Тут про эмоции, наши чувства. Например, такой вопрос, да, бабушка чем-то интересуется и говорит, что она тобой гордится. А чем ты, например, гордишься? И, соответственно, каждый должен, если на свою карточку, ответить на свой вопрос. Разумеется, там есть подсказки. Можно взять помощь, либо попросить друга, либо пропустить ход. И, соответственно, наши результаты. На данном слайде вы видите поведение во время занятий. На ноябрь месяц, если вы обратите внимание, это среднее количество до 9 различных поведений. Это негативные комментарии, засовывание фишек в рот, прикосновения, обидные комментарии в чей-то адрес. Или отказ от присутствия кого-то на уроке. И, соответственно, на март месяц количество этих поведений значительно снизилось. И, по большей части, на март месяц это были отказы участвовать в занятии. Исключительно потому, что он себя плохо чувствовал. Он болел в это время, по большей части. Вывод. На самом деле, коммуникативные группы очень хорошо действуют. Советуем в них участвовать, привлекать и, разумеется, следить за динамикой. Потому что факторов, от которых зависит наш успех во время коммуникативных групп, просто гигантское количество. Спасибо большое. Коллеги, у вас есть вопросы? Это тоже важно и важно целенаправленно организованно работать в этом направлении. Спасибо. Косова Елена Викторовна, Воронеж. Психолог-педагогическое сопровождение детей сразу в условиях ликотеки. Спасибо. Я представляю город Воронеж и Воронежскую область на вчерашнем заседании представители нашей администрации департамента рассказывали о том, как хорошо у нас поставлена работа с детьми странами. Но я сегодня буду говорить уже как практик. Я являюсь учительным луковедом, коллекционно-образовательного учреждения Центра психолог-педагогической реабилитации и коррекции. Буду говорить о структурном подразделении ликотека. Уже на протяжении нескольких лет в образовательном пространстве нашей страны функционирует новая структурная единица ликотека. Она может быть разной по структуре, по содержанию. Но очень важно, что ликотека позволила организовать психолог-педагогическое сопровождение тех детей с ОВЗ дошкольного возраста, которые в силу психофизиологических особенностей или других обстоятельств остались неохвачены услугами дошкольного образования. Мы просто столкнулись с той ситуацией, что изначально у нас был интернат для детей с ДЦП. И потом стали приходить дети с РАС. И они не были охвачены услугами дошкольного образования. И оказалось, что им очень трудно адаптироваться. И таким образом, в рамках реализации партнерского благотворительного проекта я буду учиться в соответствии с соглашением между фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По приказу Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области в декабре 2012 года на базе коррекционного образовательного учреждения было открыто структурное подразделение и лекотека. Актуальность появления такой услуги объяснялась необходимостью непрерывного сопровождения ребенка-инвалидов на ранних этапах развития. Целью являлась социализация, формирование предпосылок учебной деятельности, поддержка развития личности детей, оказание психолого-педагогической помощи родителям, законным представителям. Основными задачами являлась реализация образовательной программы, разрабатанной, исходя из особенностей психопедического развития индивидуальных возможностей каждого ребенка, проведение психопрофилактики, психотерапии, психокоррекции средствами игры у детей с нарушениями развития, обучение родителей законных представителей, специалистов дошкольных образовательных учреждений методов игрового взаимодействия с детьми, имеющие нарушения в развитии, проведение психопрофилактической, психокоррекционной работы с членами семьи ребенка с нарушениями развития, психолого-педагогическое обследование детей, при наличии согласия родителей законных представителей, помощь родителям в подборе адвокатных средств общения с ребенком и подборе индивидуальных способов формирования предпосылок учебной деятельности ребенка. Следует сказать, что основной контингент, посещающий подразделение лекотека, на данный момент это дети с расстройством амптистического спектра. При этом данная форма, искаженная в развитии, может рассчитаться с другими видами, что затрудняет различение первичных и вторичных, ключевых и когнитивных нарушений и требует углубленной диагностики. Поэтому специалистами лекотеки разработана специальная документация, диагностические инструментарии, позволяющие объективно и качественно провести первичное обследование ребенка и грамотно составить индивидуально-коррекционные программы. Лекотека работает весь учебный год, с сентября по мае. Группа детей, зачисленных в структурных подразделениях, состоит из 12 человек. Каждый ребенок в первой половине хода посещает индивидуальные занятия два раза в неделю, по четыре занятия в день. Во второй половине учебного хода дети объединяются в микрогруппы по 2-3 человека, исходя из индивидуальных особенностей, положительной динамики и с целью развития коммуникативных способностей взаимодействия с окружающими. В структурном подразделении лекотек работают два педагога-психолога, два логопеда, один дефектолог. Для проведения занятий оборудованы 6 кабинетов, 3 для индивидуальной работы с детьми, это логопедический, дефектологический, леготерапевтический кабинет, где работает учитель-логопед, но работает он как леготерапевт. И 3 для групповых форм работы, где работают психологи. Это игровая, сенсорно-моторная и темная сенсорная комнаты. Основные методы моей работы с детьми являются наглядные, словесные, такие как коммуникативная атака, показ образца, пояснение, педагогическая оценка, практические, конструирование, моделирование, артопедагические и кинезиологические упражнения, методы вербально-поведенческого средового подхода, использование подсказок, моделирование повелительного операнта, побочное дискретное обучение, вербальное картирование, трение ключевых реакций, дифференцированное подкрепление, ординативная коммуникация. Но я не буду, задавшись, что нет времени, полностью рассказывать про методы. Но еще мы используем методы нейронистического программирования, это присоединение, ведение и система ВАГ, то есть умение реагировать на невербальную коммуникацию ребенка, на невербальные знаки ребенка. Естественно, что первосипедным принципом креционно-развивающего обучения в данной модели является комплексность воздействия, то есть сочетание в каждом цикле занятий методов и двигательной, когнитивной, эмоциональной личности коррекции. При этом ведущим методом, естественно, является игра. Координационно-развивающий процесс организуется специалистами в последующем направлении. Это психолог, педагогическое сопровождение семьи, навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, социально-эмоциональное развитие ребенка, развитие моторики крупной и мелкой, развитие познавательной деятельности, формирование продуктивных видов деятельности, лепка, имитация, формирование предметно-игровой деятельности, формирование базовых учебных действий, подготовка к обучению грамоте, формирование пространственных представлений. Все специалисты структурных подразделений работают в данных направлениях, решая общие и специфические задачи Так, психолог сенсорной комнаты, сенсорной темной сенсоматонной комнаты не только снимает физическое и психологическое напряжение, но и развивает чувствительность восприятия существенных и несущественных признаков объектов в процессе формования сенсоматонного опыта с целью создания интегрированных образов Психолог-игрова комнаты осуществляет развитие когнитивных функций, коррекция деструктивного поведения, эмоционально-волевой сферы, формирование коммуникативных навыков, в том числе с помощью альтернативной коммуникативной системы ЭПЭКС Мы видим, что нам тоже не хватает того инструментария, который существует в пространстве лекотеки И мы делаем свои пособия, в данном случае здесь представлено визуальное расписание для ребенка, календарь со сменными блоками Используем различные настольные игры для того, чтобы сформировать определенные когнитивные функции Ну и здесь вот тоже показано, что для этих детей очень сложен процесс категоризации и генерализации какого-то навыка То есть им сложно понять, что мяч это не только его конкретный мяч, но вообще все мячи в пространстве И тоже надо дифференцировать различные объекты по каким-то признакам Ребенок перебирает фасоль, гречку, таким образом дифференцировать Ну и, соответственно, это разыгрывание различных коммуникативных ситуаций в игре Игра в магазин, причем мы объединяем детей разного возраста У нас какие-то дети от 2 до 11 лет с отчитанными нарушениями Вы видите ребенка с мячом, который говорит, у него нарушение когнитивной функции И ребенка не говорящего, напротив, мы учим их коммуницировать и взаимодействовать Для последующего формирования намокочтений и письма Ребенку дошкольного возраста необходимо получить самотонный опыт Который помогает привести на занятия логопед, леготерапевт и дефектолог Конструктивное использование лего-конструктора и продуктивные деятельности Лепка, аппликации, нетрадиционные техники рисования Вы можете посмотреть работы наших детей Это лепка, пластилиновая жипа, нетрадиционные техники рисования Не знаю, что-то там случилось То есть мы рисуем ватушными фломастерами, пальчиками, различными предметами Которые надеваются на руку или от машинки Что-то загело Давайте я тогда договорю, потому что я хотела показать результаты деятельности Но это вот мои разработки, связанные с пальцевыми дорожками То есть со сменными блоками, где можно подобрать стихотворения, можно подобрать героев Можно поменять цвет этих фишек, по которым нужно пройти Соответственно, меняется инструкция И то же самое потом это переносится в песочницу Разрабатываем для детей задания в индивидуальных тетрадях Они отличаются индивидуальной букварию С правой стороны, вы видите, мы зарабатываем отдельно для ребенка букварию Для того, чтобы научить его слоговому чтению Ну и теперь о результатах С целью определения динамики развития детей сквозь их критериям Это память, мышление, восприятие, внимание, пространственное развитие, психомоторное развитие, речь, деструктивное поведение, коммуникативные навыки Мы видим, что уже представлены данные за 2015-2017 год Где-то приблизительно на среднем уровне находятся дети То есть значительно снизилось деструктивное поведение, улучшилась речь Ну и по другим показателям, в том, что значительная динамика достигнута Ну, я даже, наверное, не об этом скажу, а о том, что согласованные действия специалистов позволили нам получить следующий показатель Что из 100% детей в ликотеке на следующий год осталось только 33% Группа адаптации, это как следующее звено в нашем учреждении, да, следующее структурное подразделение Пришло 30% И в школу, в ресурсные классы или в качестве инклюзии в обычные образовательные классы пришлось 37% И таким образом хочется сказать, что ликотека для нас является начальным звеном вот этой непрерывной цепочки Обучения детей с ограниченными возможностями и здоровьем И эти дети могут проложить свой образовательный маршрут как в стенах нашего учреждения Перейдя в следующее структурное подразделение Так и успешно адаптироваться уже на базе других учреждений И мы просматриваем их судьбу в дальнейшем Для меня очень интересна вот эта обратная связь через родителей и через металлогу К которым они переходят уже в других учреждениях Ну, спасибо за внимание, спасибо большое Я хочу повторить коллег, которые рассказывали из Дастрахани, Ульяновской, из Москвы О опыте сопровождений раннего возраста Вот мы тоже представляем Вы помнили, что было ликотеки, оставили только на ликотеке технологии А самой технологии как таковой Которая объединяет свои базовые принципы Свои игровые сеансы в основе В первую очередь, игровые сеансы с родителями Здесь мы это не увидим То есть вы взяли комплексную помощь вообще, которая может быть оказана детям в развитии статистического спектра И назвали ликотеку, правильно? Нет, неправильно поняли, принципы все остались Просто у меня нет возможности, нет времени показать это Другое дело, что вот мы, к сожалению или к счастью Сторонники того, что родителей все-таки нужно вводить и давать им время Вот это индивидуальное время И на первых парах, да, мы организуем вот эти игровые сеансы вместе с родителями Мы учим их приемом и методом, а потом родители выводятся из этого процесса Мы после каждого занятия консультируем родителей, что нужно делать и как организовать продолжение уже дома Вот таким вот образом Спасибо, есть ли еще вопросы? На самом деле здесь хорошие показатели Это что дети не сидят в введенное время в одном и том же, ну так скажем, структурном подразделении с демиджем специалистами и так далее То, что есть выход и выход хорошие, это правильно Вот, но хочу сказать, что наша секция завершена И на самом деле, если вы обратите внимание, то в общем, все внимание всех специалистов находится Первое, что очень важно понять Каждый из специалистов, каждый из докладчиков Все же затронул сверху диагностики Диагностики, которая нужна на разных этапах сопровождения ребенка То есть все же мы приходим практическим путем к тому, что нам необходимо научно обоснованный диагностический инструментарий для того, чтобы оценивать эффективность той работы, которую мы с вами делаем Этот инструментарий, конечно, может быть представлен вариативными разными инструментами, но мы должны это прорабатывать Вторая история, которая совершенно точно прозвучала про стлический усет Каждый задумывается о том, как выстроить эту непрерывную, преемственную систему сопровождения Третья, совершенно точно все сказали о том, что очень много надо внимания уделять адаптации ребенка к образовательной среде А наоборот, вывернули эту историю Как адаптировать среду от этого ребенка Вот это та история, которая волнует на сегодняшний момент всех И поэтому предлагаются различные, опять же, вариативные программы Их нужно обобщать, их нужно анализировать, брать самые лучшие технологии распространения транспорта И последнее, что это работа с родителями Это не последнее, это вообще первое и основное, но практически в каждом докладе сегодня проговорились про работу с родителями Но не работу как каковую, как нам в принципе традиционным мышлением часто приходится думать А именно то партнерское взаимодействие, то сотрудничество во благо ребенка Только во благо ребенка Вот эти аспекты, на которые я сейчас обратила внимание Это те аспекты, на которые обратили внимание каждый из докладчиков И это то, что нам еще будет необходимо долго разрабатывать И делиться лучшими практиками, чтобы наработать те кейсы, которые могли быть применимыми На разных уровнях образования Спасибо большое вам, коллеги Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, что на третьем этаже запись на стендах на завтрашний день И также более организован кофт-брейк И есть ближайшие кафе, где вы можете попросить Спасибо Можно попросить ролик удалиться Можно попросить ролик удалить Всё, я удалила Спасибо